на внимание общественности на это преступление и решение оборотня, уфа. Однако Ким Сэджин мягко вздохнул, глядя на содержимое ноутбука. Теперь в этом ноутбуке осталось немного места. Нам нужен новый способ общения. Возможно это потому, что он добавил простое усовершенствование на обычном ноутбуке, страницы были заполнены. Было вполне понятно, как это произошло. СО, должно быть, чувствовал себя довольно озабоченным, судя по ежедневным сообщениям, которые легко заполняли каждую страницу, которая была им отправлена, пока Сэджин был занят игнорированием своих звонков. Он задумался. Было два способа справиться с этой ситуацией. Дать им еще одну записную книжку или встретить с ними лицом к лицу и покончить с этим. Первый вариант был более простым и безопасным. Последний вариант был намного сложнее и был слишком рискованным. Но все же, Сэджин выбрал последний. Конечно, он не собирался раскрывать свою личность. Нет, это просто подталкивало Ким Сэджина публичную персону вперед в качестве посредника. Кроме того, оборотень в записях наемников был совершенно другим человеком для Ким Сэджина. Никогда не забывайте, что к тому времени, когда оборотень начал скрываться в тени 10 лет назад, у него была безрадостная жизнь в детском доме без мечты и надежд на будущее, так что не было никакого способа заподозрить его в чем-либо вообще. Так должно быть лучше. Он обнаружил, тогда существовала опасность быть арестованным за преступление публичного мошенничества, но он по-прежнему предпочел продолжить этот вариант. Таким образом, он сможет потребовать от них возобновить дело убийства своей матери, которое произошло более десяти лет назад. Других способов общения не будет. Если есть что-то, что вы хотите сказать мне, позвоните лидеру монстра Ким Сэджину. Вот что он записал. И в подземном конференц-зале СО, где было получено сообщение. Лицо Юбэк Сона мгновенно погасло. То же самое было для других ведущих агентов, присутствующих в конференц-зале, чтобы рассчитать их следующий курс действий. Почему имя Ким Сэджина выскочила из этой штуковины? Эй, ты! Что, черт возьми, это такое? Простите? Юбэк Сон прямо подтолкнула агента, сидящего рядом с ней, и спросила его. Вот это. Может, они, друзья? Что вы сказали о семейных отношениях Ким Сэджина? Ничего. Они все мертвы, сэр. Тогда откуда он знает оборотня? Юбэк Сон сузила брови и посмотрела на агента. Пожалуйста, извините меня, сэр. Агент коротко поймал этот взгляд, а затем стал пресловутым лучом света, когда он быстро убежал куда-то. Ким Сэджин. Я слышу это имя слишком часто в наши дни. Юбэк Сон прислонилась спиной к спинке кресла и в выражении с неизвестным значением. Зевок. Она издала мощный зевок. Божественный зверь все еще считался молодым в возрасте 40 лет, и, таким образом, Юбэк Сон все еще нуждалась в большом количестве сна. После того, как внезапное появление мертвой трещины немного успокоилось, Ким Юрин оказалась в глубокой дилемме, играя с ее телефоном. Кстати, что Ким Сэджин действительно должен быть невероятным парнем или чем-то еще, не так ли? У него даже есть личная связь с оборотнем. Может случиться, что слух о том, что он использует свою черту, чтобы вернуться назад из будущего. Правда, ни за что. Это просто глупо, а верно. Эй, вы еще не отправили эти документы? В настоящее время Юрин делала перерыв во временной остановке отдыха возле поля Монстр. Рассказы об одном человеке полностью заполнили это место. Какие документы? Разве вы не заметили, что общественное уведомление поднялось? Говорят, что монстр ищет новых членов. Ах, что? Конечно, я уже представил свои документы. Ну, я слышал, что в Ордене Рассвете почти все, включая высокие уровни, все представили свои формы. Даже верхний средний уровень ворона мог бы сделать то же самое, или так я слышу. Юрин прекратила слушать и начало слегка постукивать по столу кончиками пальцев. Она была занята воспоминанием четырех днях назад. Именно тогда она подчинила Василиска с помощью орка-героя. Сэджин внезапно появился и приблизился к ней, когда она упала от истощения после битвы. И орк, который пропал почти в одно и то же время, разница во времени слишком короткая. Эй, подождите секунду. Ким Сэджин сказал, что он может общаться с монстрами, так что, может быть. Может быть, ему также удалось укротить демона-орка. Но как, даже все-таки, возможно ли приручить что-то столь гуманное? SFX для больного стона. Она началась мигрень. Она массировала свои виски, глядя на ЖК-экран своего телефона. Ким Сэджин 082-2349-3048, Твилл. Это поддельный номер. Ребята, не пытайтесь звонить по этому номеру. Кроме вопросов, которые все еще оставались в ее голове, разве ей не нужно выразить свою благодарность за то, что он помог ей тогда. Она сглотнула слюну и позвонила. SFX для рингтонов. К сожалению, он больше не отвечал на свой телефон. Ах, и еще один пропущенный звонок от нее. Ким Юрин почувствовала себя такой смущенной и грубо взъерошила волосы. В то же время Юрин попыталась позвонить ему. Сработает ли это сейчас? Ким Сэджин в форме гоблина концентрировался на эксперименте. Если я снова потерплю неудачу, тогда я буду в кольце маны. Твилл. Это корейский игровой сланг. Кольцо маны означает, что мана полностью израсходовано. Это была неотъемлемая опасность создания высокоспециализированного предмета. Чем специализированнее цель, тем выше сложность ее производственного процесса. Это уже была его 13-я попытка. Просто, чтобы сделать один паршивый предмет, он собирался испытать страшное кольцо маны. Фу. Во-первых, он использовал умение правитель воды теперь на уровне Д, на 100 миллилитров собственной крови, содержащейся в стакане, затем он извлек из него чистую ману. Тогда из этой маны образуются кристаллы. Однако кристаллы маны Кима Сэджина не имели никакого смысла в этой форме. Но если он добавил их в процесс волшебных татуировок, то это была совсем другая история. Первоначально особые черты и навыки человека содержались в уникальной подписке маны. Конечно, невозможно было полностью отдать свою черту чему-то другому, но с повышением уровня квалификации соответствующих навыков стало возможным наполнить часть своих пассивов другими материалами. Другими словами, Ким Сэджин пытался добавить один из своих пассивных навыков в обычный материал и в процессе создать специальный инструмент. Навык, который он хотел пересадить, был чувство запаха волка. Инструмент, созданный с помощью этого навыка, был ожерельем, предназначенным для обнюхивания уникального запаха вампиров. Инструмент будет действовать следующим образом. Ядро ожерелья, в которое добавлено чувство запаха волка, также будет оснащено еще одним атрибутом, добавленным к нему благодаря кузнечному методу орка. Когда инструмент обнаруживает особый запах, он начинает вибрировать и излучать малиновый свет. Он действительно имел некоторое сходство с обычными магическими артефактами, продаваемыми публике. Но он превысил их с точки зрения производительности, поскольку мощный навык был полностью проникнут в него, хотя, сказав это, эффекты навыка будут несколько ослаблены, но все же, на данный момент даже создание одного оказалось для него непростой задачей. И он делал специализированный инструмент исследования из-за нынешних обстоятельств, а не с помощью множества реальных применений, но, но до тех пор, пока он не освоится в производственном процессе, тогда он смог бы создавать лучшие вещи в будущем, так что все это было прекрасно по его стандартам. Плюс к этому, его очки проницательности тоже стреляли по крыше. Кхем. Сэджин в своей форме гоблина полностью вылил все волокна своего существа в выполнении волшебной татуировки, а затем закончил технику орка. И это была его 13-я попытка сегодня. Если он потерпел неудачу, то это было на этот день. Хеуп. Затем он контролировал характеристики влаги в воздухе и успешно создавал запах, который очень имитировал собственный мускус вампира. Это был металлический запах, который чуть не вызвал у него чувство гнева, только ощутив его. Когда запах медленно приблизился к ожерелью, внезапно с поверхности предмета начал исходить ясный красный свет. Я сделал это. Возвращаясь к человеческой форме, Сэджин поднял ожерелье и издал облегченный вздох. Но из-за того, что он израсходовал много своей маны, он почувствовал головокружение. Но отдыхать не было времени. Стук-стук-стук. Это начальник СО. Так как сегодня он назначил встречу с Юбэксоном. Когда он подтвердил время, оставшееся для его человеческой формы, оставалось еще 4 часа. Этого было достаточно. Он быстро направился к входу, чтобы открыть дверь, но затем остановился. Точно, мой запах. Запаха, исходящего от него, было достаточно, чтобы нормальные люди чувствовали себя дружелюбно по отношению к нему. Но история стала более сложной, если был вовлечен Суин. Юбэксон была так называемой чистокровной одиным поколением Суин, одной из 8 оставшихся в мире. Поскольку ее обоняние будет более развитым, чем другие Суин, его запах может быть слишком эффективным для нее. Да, не должно быть проблем, верно? Однако, если она не могла даже вытерпеть притязаний какого-то случайного запаха, тогда ее даже не следует называть божественным зверем. Он отпустил свои заботы, а затем открыл дверь. Глава 67 Добропожа. Ким Сэ Джин широко распахнул дверь. Однако перед ним не было никого. И когда он смущенно опустил взгляд, только тогда он обнаружил, что Юбэксон смотрит на него с недовольным лицом. Чистые белые волосы, четко сформированные глаза, плотно закрытые губы, где он мог легко шпионить за ее упрямой личностью. Ее прекрасные черты лица определенно хорошо показали красоту божественного зверя. Однако внимание Сэ Джина привлекло больше не ее черты лица, а две совершенно симпатичные пары ушей, стоящими прямо над ее головой и жесткий хвост тигра на спине. Она намного меньше, чем я думал. Впадая в еще большие замешательства, Сэ Джин посмотрел вниз на голову. Честно говоря, впечатление, которое он получил, было то, что она была довольно высоким человеком из всех телевизионных интервью, которые только показывали ее лицо. Но, черт возьми, разве это не было на уровне ученика средней школы? Ну, в крайнем случае, 155-156 см в высоту, кхем, кхем. Ю Бэксон выплюнула пару поддельных кашлей. В отличие от первого впечатления, что он страшный и злой, он просто не мог не думать, что она действительно милая девочка, что с ее маленьким ростом и острым лицом все хорошо работает вместе. Добро пожаловать. Ким Сэ Джин быстро склонил голову, и Ю Бэксон молча посмотрела ему в лицо. Это продолжалось немного дольше, и затем она начала делать то, о чем он забеспокоился. Нюх-нюх. Нос Ю Бэксона дернулся, когда она начала ощущать запах, исходящий от тела Сэ Джина. И, как и ожидалось, в его запахе было какое-то увлекательное качество. Она не закончила нюхать. Нюх-нюх-нюх-нюх-нюх. Она полностью забыла о настоящей причине встречи и была полностью погружена в его запах. Жесткий хвост стал свободным, прежде чем кто-либо это узнал, и теперь мягко покачивался из стороны в сторону. И эти симпатичные, но прямые уши также смягчились и округлились, медленно трепетали и все такое. С вами все в порядке? Ах, извините. Когда Сэ Джин окликнул ее, Ю Бэксон смогла наконец восстановить свои чувства от оцепенения ароматов. Я, Ю Бэксон, начальник СО. Она протянула визитную карточку своей маленькой и красивой рукой. Черная карта контрастировала с ее чистой белой кожей. Сэ Джин получил карточку, а затем протянул ей руку. Я Ким Сэ Джин. Если бы я сказал, какова моя работа, тогда я председатель общества. Я много слышала о вас. Я могу войти? Пожалуйста. Когда он отошел в сторону, она вошла в его дом. Нюх-нюх. И как только она оказалась внутри, она снова начала обнюхивать воздух. Кхем. Ким Сэ Джин слегка сглотнул слюну. Прошло почти год с тех пор, как он начал жить в этом месте. Он жил здесь, используя различные формы монстров, поэтому здесь должен быть довольно много накопленного запаха монстров. В вашем доме пахнет очень приятно. Но, к счастью, Юбексон, казалось, меньше сосредоточилась на мимолетных запахах монстров и больше на запахе волка. Затем она выразила удовлетворение от этой великой атмосферы. Разве это так? Ну, пожалуйста, следуйте за мной. Он с горькой улыбкой проводил Юбексон в гостиную. На самом деле он не пытался. Она двигалась с трудом. Она сделала несколько шагов, затем остановилась и начала обнюхивать воздух. Затем она восстановила свой ориентир, снова прошла еще на несколько шагов, прежде чем остановиться и нюхать, нюхать. Хэм, Алле, ваш интерьер довольно приятный. Когда она произнесла эти слова, на ее лице было видно светлое свечение, которое было видно невооруженным взглядом. Если кто-то думал, что она казалась напряженной и упрямой по внешнему виду изначально, теперь она выглядела довольно застенчивой. Серьезно, она действительно была суин, чье настроение изменялось в зависимости от окружающей среды, в которой она находилась. Ах, хорошо, спасибо. Пожалуйста, следуйте за мной. Я хочу показать вам кое-что. Понятно. Только тогда Юбексон последовала за ним, издавая звуки топота. Пройдя мимо прохода и в гостиную, можно было увидеть любимую кушетку Сэджина, где он просто любил отдыхать. И даже Юбексон не могла просто пройти мимо этой кушетки. Естественно, она слишком тяготела к этой конкретной мебели, как будто все это было сделано подсознательно. Вот оно. Сэджин поднял ожерелье и сказал уверенно. Но неожиданно не было никакой реакции. И когда он повернулся в замешательстве посмотреть, что происходит, он был свидетелем того, как Юбексон, затаив дыхание, запихивает свое лицо в диван и обнюхивает его. «Извините, извините». Сэджину пришлось позвать ее 3-4 раза после этого. Однако она даже не притворилась, что слышит его. В конце концов, Сэджину пришлось взять ее за шкирку и отвезти ее от дивана, как если бы он взял бродячего котенка. «А-а-а-а! Эй, что это значит?» Юбексон бросила вспыльчивую истерику и хлопнула конечностями, но затем быстро вспомнила жалкое зрелище, которое она только что показала, поэтому выпустила фальшивый кашель и попыталась скомпоноваться. «Хем? Что это? Уже хватают чужую шкуру?» «Извинение. Похоже, вы были слишком увлечены запахом». «Увлечена? Как бы то ни было. Итак, о чем вы хотели поговорить?» «Ах это!» Он дал свежеиспеченное ожерелье Юбексону. Она молча уставилась на ожерелье, прежде чем спросить его, слегка наклонив голову. «Что это?» «Это инструмент, чтобы отличить вампиров от населения. При этом даже нормальный человек может легко узнать, есть ли поблизости вампир или нет. Пожалуйста, попробуйте. Хем!» Выражение лица Юбексона было крайне недоверчивым, но она все еще пыталась надеть ожерелье. «Как мне надеть эту штуковину?» «К сожалению, как и ожидалось от божественного зверя, который никогда не носил никаких аксессуаров в своей жизни, ей это не удалось. Этот сукин, Юбексон, поскольку прогресс не был достигнут, тем больше времени было потрачено впустую. Кроме того, что Юбексон стала хмуриться, и все настроение было испорчено, поэтому он потерял свое терпение. Сэджин вмешался, чтобы помочь. Он подошел к ней и положил ожерелье на шею. Ихах! Тем не менее, в середине попытки надеть его, странное и парообразное дыхание коснулось края его воротника. Он так удивился, что быстро ушел оттуда. Кхем, Юбексон избегала его взгляда, притворяясь, что ничего не случилось, но ее две сильно покраснеющие щеки не лгали. Что-что? Нет, кроме того, что, черт возьми, это за штука. Затем она сознательно громко агрессивно зарычала. Сэджин слегка усмехнулся и объяснил способности ожерелья. Но это похоже на обычное ожерелье, хотя... Юбексон пробормотала про себя, когда возилась с ожерельем на шее. Вы можете доверять мне. Во время обыска в районах вокруг провинции Конванда с этим снаряжением вы сможете отследить тех вампиров, которые прячутся среди обычных людей. Даже если мне не нужна эта вещь, чтобы отличить вампиров? Прежде чем он это узнал, она уже обращалась к нему без каких-либо похвал, но почему-то это не было слишком плохо. На самом деле, хотя ее лицо выглядело особенно молодым, разрыв в их возрасте был близок к 20 годам. Но, как ни странно, казалось, что с ним разговаривает не взрослый, а очень маленький ребенок. Ну, я уверен, что божественный зверь может сделать это с легкостью. Но разве это возможно для других агентов? Хаймымым с ушами, стоящими прямо, она немного подумала. Способности вампиров сливаться с толпой были настолько фантастическими, даже суины один го поколения, у которых чувство острее, чем у обычных животных, имели реальные проблемы с их дифференциацией. И большинство из первых поколений почти исчезло. Не было бы преувеличением сказать, что во всем мире были только Юбексон, божественной звери Ким Сэджин, которые могли выследить вампира только своими носами. Оборотень сделал это, и он сказал вам передать это мне? Э, ну, вы можете думать об этом, как мы с Оборотнем сотрудничали вместе в его создании. Хаймым. Юбексон подозрительно взглянула на него, прежде чем кивнуть головой. Может быть, это поможет в расследовании? Посмотрим. Но кроме того, она легко расстегнула ожерелье. Проще было снять его, но на этот раз не было никаких проблем. Разве нет какой-то информации, которую Оборотень должен дать нам? А, о, давайте поговорим об этом чуть позже. На данный момент есть условия, связанные с передачей этого инструмента со условия. Ее брови сузились при внезапном изменении темы. У нее было несчастное выражение, но, конечно, это не бесплатно. Так сложно сделать этот инструмент. Сэджин тонко приблизился к ней. Это было для того, чтобы позволить ею чуять его запах лучше. Эй, эмм. Он только приблизился на три шага. Но она была в панике. Казалось, что зрительный контакт с ним дается тяжело. Видите ли, дело в том. Его выражение слегка ожесточилось, когда он подумал о своей матери. Он приблизился к ней немного больше. Стойте, не приближайтесь. Юбексону было трудно держать свои мысли ясно, поскольку плотный аромат вторгался в ее чувства. Она пыталась пробудить сильное умственное сопротивление, чтобы выдержать этот натиск, но... Но его запах был слишком сильным для того, чтобы незрелый божественный зверь мог выдержать. В тот день Сэджин смог получить определенный ответ от Юбексона. Как и ожидалось, пытаясь победить божественного зверя, используя не что иное, как его запах, было трудно. Но тот факт, что она была одним поколением суинов, заставило ухватить ее за зад, так как имея высокоразвитые чувства, означало, что она также будет реагировать очень чутко к его запаху. Ким Сэджин создал еще пять ожерелей по указанию СО, и они заплатили за каждый из этих артефактов 4-5 миллиона долларов США. Впоследствии все шло быстро, вплоть до того, что оборотень даже не нуждался в помощи. Так велики способности агентов СО. В течение недели они смогли арестовать 39 вампиров, а также раскрыть тот факт, что 7 из них косвенно связаны с этой катастрофой мертвой трещины. Когда это произошло, несколько журналистов, которые написали статьи, которые поддерживали вампиров, а также члены правозащитных групп, которые выступали за права вампиров, все испарились в воздухе. С этими открытиями стало несколько ясно, что вампиры слились в человеческом обществе. Общественность проявила большое негодование по этому факту, все время воспевая быструю реакцию СО и своевременные изобретения Ким Сэджина. И класс монстра был скорректирован на Б, после того, как его вклад в расследование был признан публично. Кроме того, поскольку цена земли в провинции Конванда достигла дна, скупка доступной земли завершилась быстрее, чем ожидалось. Вся эта скупка земли была одной из частей будущей стратегии, предложенной отделом планирования и финансовым отделом. Это было, безусловно, случай скрытого благословения. Именно так общество, основанное менее года назад, превратилось в одно из самых больших в стране, в котором было более 10 тысяч пьюнгов земли в провинции Конванда. Л. 1 пьюнг 3.305 квадратных метров. Развитие земель общества. Да, я считаю, что это идеальное время. Начальник отдела планирования Саджин Хуи пришла к нему и представила отчет. С любопытными глазами она начала рассказывать. В докладе было много идей о том, как использовать почти 10 тысяч пьюнгов земли. Тематический парк с использованием Афаны как талисмана. Роскошный волшебный магазин, в котором продавались артефакты, которые Саджин будет делать в будущем. И планы формирования альянса с домом алхимии Хазелин в Чосане. А затем преобразование района вокруг него в эксклюзивный район, зарезервированный для гоблина алхимика и орка кузнеца. Это хорошая идея, но не будут ли они стоять больших денег? Нет, совсем нет. Нет, если я сделаю это вместе с мистером Юданггом, то я могу определенно получить много сбережений. Кроме того, несколько известных международных обществ уже занимаются аналогичным бизнесом, как тот, который я предлагаю, и до сих пор с большим успехом. Мы можем сделать еще лучше, чем они. Кроме того, многие ордена рыцарей сказали, что они нам помогут. Саджин Хуи звучала так восторженно. Саджин улыбнулся, глядя на нее. Во всяком случае, он не беспокоился о том, насколько заинтересованы люди, которых он выбрал. И просто держаться за деньги было так же, как позволить им гнить, поэтому инвестировать их таким образом, вероятно, было правильным решением. Я понимаю. Пожалуйста, отдай все. Дав свое разрешение, Ким Саджин подписал свое решение по докладу. Увидев это, Саджин Хуи сделала все возможное, чтобы подавить эмоции и глубоко поклонилась, а затем вышла из кабинета председателя. Как только она ушла, Саджин услышал ее энергичный крик ура, идущим из прихожей. Ким Саджин слегка улыбнулся, но вскоре его лицо снова затвердело, когда он вытащил из-под стола другой документ. Глава 68. Две недели назад, месяц октября начался с монстра, который стал самой горячей темой в городе. Чтобы нанять новых членов для своего общества, Ким Саджин загрузил уведомления на домашней веб-странице, а затем объявил в своем профиле СНС. Его аргументация на этот раз состояла в том, что имея только шесть членов, в то время как он был тремя из них по правде, когда членский лимит для класса его общества составлял 250, исключая сотрудников, казался ему немного потерянной возможностью. Это был отход от других обществ с классами выше Б, которые набирали новых членов в полной тайне. Домашняя страница после этого дала сбой из-за всего трафика после объявления публичного набора, который вышел в интернет, что привело к тому, что многие новостные агентства сосредоточились на этом вопросе и сообщили об этом. По-видимому, в различных чатах, посвященных отдельным орденам рыцарей, например, ордена рассвета, разразился огромный хаос. Якобы, некоторые рыцари, связанные с теми же орденами, даже проводили собрания, чтобы определить, что им следует делать. И последнее число, которое применялось в течение недельного процесса найма, включавшего рыцарей как из местных, так и из-за рубежа охотников и волшебников, составляло целых три тысячи человек. Если кто-то рассчитывал на людей из других профессий, то это число увеличилось до четыре тысячи, что делает его еще более смешным. Однако среди этих претендентов был один человек, который заставлял Сэджина беспокоиться. Ким Юсон. Начальник таверны наемника и человек, ответственный за превращение Сэджина в легендарного наемника, оборотня. Знает ли он, черта Ким Юсона связана с мечтами и людьми. Во сне он мог видеть точки зрения конкретного человека на короткое время. Другими словами, была хорошая возможность, что Ким Юсон знал, что Сэджин уже является оборотним. Хэм. Но опять же, он задавался вопросом, не лучше ли принести листочник его беспокойства ближе к его стороне. Что еще более важно, хотя они никогда не встречались лицом к лицу, его доверие было полностью гарантировано. Если бы он был человеком, похожим на летучую мышь, тогда он бы спел мелодию в тот момент, когда Сэджин начал тыкать в него. Кроме того, Ким Юсон, конечно же, работал над собой для человека, которого он никогда раньше не встречал. Он записал свое собственное прошлое, когда он работал наемником уровня А, но все еще безымянным, и модифицировал его в оборотня, и таким образом сделал так, что, когда Сэджин попытался расследовать предыдущие действия оборотня, вместо подозрения, доверие к этому легендарному наемнику возрастет. «Господин председатель, мистер Ким Юсон пришел к вам. Должен ли я его принять, говоря о дьяволе?» Ким Сэджин глубоко вздохнул. «Впустите его, пожалуйста». Он поздоровался с Ким Юсоном, немного нервничая. «Значит, ты знал это довольно давно?» Воодушевленное предчувствие Ким Сэджина оказалось правильным. Ким Юсон сказал, что около трех месяцев назад, когда Сэджин бушевал вокруг, как демон-орг, он это понял. «Нет, вместо того, чтобы понять это, он скорее пришел к пониманию. Да. Правда о том, что председателем был оборотень, я пришел к пониманию как-то, в один определенный момент. Ты хотел сказать, ты тоже видел других? Да. Действительно, Ким Юсон сказал, что он довольно запутался. Иногда его сон начинался как орк, иногда как волк, иногда даже как человек. Поскольку у него внезапно появились сны, как у монстров, он должен был задаться вопросом, поднялась ли его черта или что-то в этом роде. Но он по-настоящему понял, когда Сэджин в форме орка спас бесчисленное множество людей. Хорошо, буду. Это немного неловко, не так ли? Когда его глаза видели глазами волка, у Ким Юсона не было ни капли злости. Если бы у него были какие-то злые замыслы, то он уже начал бы шантажировать его уже давно. Нужно ли мне знать эту правду? Ким Юсон. Несмотря на то, что его беспокойства стали реальностью, как ни странно, он чувствовал, что будто бремя сошло с его плеч. В любом случае, он не думал, что его секрет будет сохранен навсегда в любом случае, и также он не мог бы держать его внутри него навсегда. Нет, нет. Конечно, это не так. Это моя ахилл лесовая пята, в конце концов. Хэм. Похоже, у меня нет другого выбора. Извини. После слов Сэджина, тело Ким Юсона содрогнулось. Мужчина средних лет, должно быть, думал, что то, что сказал Сэджин, было равносильно его намерением избавиться от него, и поэтому он начал медленно отступать. Похоже, тебе придется долго держаться рядом со мной. К счастью для него, Сэджин просто улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Ой, ха-ха-ха. Да, да. Благодарю тебя. И в тот день, строительство новой таверны наемника началось на территории монстра, где Ким Юсон стал его боссом. Количество вещей, которые нужно сделать после того, как стать обществом класса Б, выросло намного, например, зарегистрироваться в качестве корпорации, получить соответствующие лицензии для бизнеса и, конечно же, набрать новых членов общества. Благодаря этому почти весь срок для его человеческой формы пришлось потратить на то, чтобы заботиться об административной работе общества, и это, естественно, привело к тому, что он все меньше и меньше встречался с другими людьми по частным делам. Нужно ли, аппа, делать это, чтобы выбрать новых членов, и поэтому для Юсы Джуна стало возможным приехать к нему в кабинет председателя после окончания ее собственных дней работы, только после того, как срок наказания, установленный ее дедушкой, закончился, конечно, это не помогло, поскольку Ким Сэ Джун не встретил бы ее где-нибудь еще, кроме здесь, да. Кроме того, осталось всего около 100 человек, Хэм. Я тоже могу помочь, понимаешь? Я могу закончить через 30 минут, если это 100 человек, а ты всего лишь средний уровень, так что давайте не будем. Ух, опять. Ты снова смотришь на меня свысока? Разве я не сказала тебе, что нормальный средний уровень и самый младший из всех средних уровней совершенно разные? Губы Юсы Джуна сузились в преднамеренном проявлении ее неудовольствия. Он просто улыбнулся ее неудовлетворенности и закончил последнюю работу по авторизации, требующую его внимания. При этом его ежедневные административные обязанности выполнялись в течение дня, поскольку интервью с заявителями состоялись только на следующий день. Ум, аппа. Юсы Джун внимательно изучала Ким Сэ Джина, когда он встал со своего места. Затем, когда ее пальцы ерзали, она спросила его, сегодня у тебя нет свободного времени, каждый день. Она хотела что-то сделать, что угодно, с Сэ Джином. Однако, он проверил оставшееся время на его человеческую форму. Один час, тридцать минут. Чтобы быть с ней, этого было недостаточно. Нет, нет. Я не хочу идти в какое-то конкретное место. Просто мы можем пойти к аппе, понимаешь? Быстро прочитав его настроение, Юсы Джун тщательно добавила. Ее застенчивый вид был достаточно силен, чтобы усугубить подавленные желания, пребывающие в его сердце. Но Сэ Джин так или иначе смог вынести это, и он быстро покачал головой. Ты еще слишком молода, чтобы сказать, что хочешь пойти в такое холостяцкое место. Просто усердно тренируйся в подвальном учебном заведении. Он нежно погладил голову Юсы Джуна и вышел за пределы офиса. Его целью было поле монстр. Поскольку земная кора стала искаженной, запись теперь была в значительной степени ограничена для обычных гражданских лиц, а также для более низкоуровневых рыцарей. Но Сэ Джину было что-то делать. Им им? Но внезапно Юсы Джун подошла к нему и схватил его за руку. Он обернулся, чтобы понять, почему, а потом забыл, что он хотел сказать. Она кусала губу, и ее глаза были мокрыми от слез. Юсы Джун глубоко вздохнула, прежде чем медленно открыла рот. Куда ты идешь? Разве я тоже не могу приехать? Нет, ты не можешь. К сожалению, Сэ Джин должен был быть твердым. Конечно, поскольку он не был полным идиотом, он уже видел ее чувства к нему, которые развивались некоторое время назад. Она всегда приходила к нему, как только возвращалась с работы. И затем, расставаясь, она отправляла текстовые сообщения, пока они не легли спать. Не имея глубокой привязанности к нему, она никогда не сделает этого. Почему нет? Ты всегда говоришь, что я не могу, но почему бы и нет? Потому что ты еще молода. Для кого-то вроде Сэ Джина, у которого никогда не было достаточно глубоких отношений с противоположным полом, это было единственным оправданием, которое он мог придумать. Нет, если бы он решил, тогда он мог бы рассказать ей все об этой проклятой черте. В конце концов, Ким Ю Сон уже знал об истине. Но тогда она не была Ким Ю Соном. Потому что Ю Сэ Джун была для него невероятно ценным человеком, с кем связался Ким Сэ Джин после того, как он так много пережил, и это заставило его неохотно идти на это. Потенциальное недоразумение, страх и ужас, которые она могла почувствовать, увидев, как он превратится в монстров, сильно играли в его голове. И самое главное, причина, по которой она даже начала испытывать эти чувства к нему, в первую очередь благодаря навыкам форм монстров. Это было не чувство, которое естественно развивалось, что она подумает, когда она это узнает. Инстинкты монстров выкрикивали внутри него, что ни одна из его забот не имела значения, но человек Ким Сэ Джин не хотел причинять вред этой еще молодой и наивной девушке. Ты, конечно, Ю Сэ Джун не могла согласиться с такими рассуждениями. Если бы он продолжал настаивать на оправдании ее молодости, то почему он дал ей все эти тонкие намеки с близостью? Она крепко сжала кулаки. Ей хотелось кричать и спросить его, соблазнял ли он ее этими дешевыми приманками или нет, но также, не слишком ли она была крупной рыбой, чтобы он так издевался. Но, я поняла. Несмотря на то, что она оказалась жалкой, она не хотела, чтобы он ненавидел ее. Керхурур. Монтикора издала странный крик, когда рухнула на землю. Ким Сэ Джин, черный оборотень, вонзил когти глубоко в сердце монстра. Камень Монны Монтикоры поглощен. Все показатели растут. Был приобретен новый пассивный навык реконструкция голосовых связок. Реконструкция голосовых связок уровень умения F. Когда уровень поднимается выше, хозяин сможет говорить, даже когда он находится в формах монстров. Что за чертовщина? Самый первый монстр, с которым он столкнулся, попав на поле монстра, был монстром, с которым он сражался, Монтикора. В то время у него не было свободного времени, чтобы остаться и поглотить свой монокамень, поэтому он нашел эту встречу весьма удачным развитием. И победа стала намного легче, чем он думал на этот раз, благодаря предмету брендовые товары, хранящиеся в его теле с одухотворением. Но почему, черт возьми, этот навык такая чушь? Ему не понравился навык, который он получил после поглощения Монны Камня Монстра. Все было по-другому, когда дело дошло до Сэ Джина, поглощающего Монна Камни Верхних Монстров Среднего Уровня. Это было потому, что он заработал новый навык, просто поглотив один камень Монны. Это означало, что до тех пор, пока он успешно охотился за верхним монстром среднего уровня, это послужило бы топливом для его экспоненциального роста. Кроме того, поскольку вход в это место был сильно ограничен, в окрестностях не было ни рыцарей, ни охотников. Но, может быть, не сегодня? Тем не менее, все они были побочным отвлечением по основной причине. Ким Сэ Джин каждую ночь блуждал по полю Монстра просто из-за предчувствия Ким Ю Сона. Он сказал, я мечтал о единственном вампире, идущем в поле Монстр. Я считаю, что может быть большой урожай, если вы поймаете этого человека и заставите его говорить либо запугиванием, либо принуждением. Ха им им им. Ким Сэ Джин издал поддельный кашель без причины. Им им? Как ни странно, он действительно звучал как человек только сейчас. В то за, конечно, добиться правильного произношения было еще пока сложно. Ким Сэ Джин теперь мог понять, как Монтикора может пить. Это был не тот навык с множеством применений, но хорошо он начал двигать ногами, решив почувствовать себя счастливым, так как иметь больше навыков было лучше, чем не иметь вообще ничего. И вскоре после этого Сэ Джин обнаружил запах, который искал. Британский гражданин латиноамериканского происхождения, вампир по имени Дуэйн, смог войти в Южную Корею с минимальными проблемами благодаря своей идентичности как охотника из страны Первого мира. Его роль состояла в том, чтобы исследовать местность Земли в пределах поля монстра после того, как она прошла через искажения. В частности, чтобы исследовать портал, который привел бы к их родному миру, а также к мертвой трещине, а затем представить результаты его начальству. SFX для звуков трясущейся травы. И когда Дуэйн ходил вокруг, выполняя свою работу, он услышал, как сзади раздался звук травы. Он быстро повернул голову, чтобы посмотреть, но он не видел ни одного живого существа. Думая, что это был ветер, он снова обратил внимание на свой фронт, и затем что-то еще заполнило его видение. Это был единственный волк. Гигантский двуногий волк. Волк подозрительно усмехнулся и медленно открыл челюсти. Это было давно. Тяжелый, низкочастотный голос. Несмотря на то, что волк говорил только односложными словами, Дуэйн потерял сознание, где стоял с пузырями, образующимися во рту. В тоза, это была странная реакция, но Сэджин сразу понял причину. У него было 2-3 навыков, связанных с его голосом. И когда эти навыки смешались с собственным голосом волка, эффект страха удвоился в его потенции. Без разницы. Меньше работы для меня. Сэджин подтвердил темную энергию, поднимающуюся от бессознательного вампира, а затем создал с ним темную энергетическую связь. Ким Сэджин оставил ментальный приказ полностью сотрудничать с допросом на его заключенным в тюрьму вампиром, а затем связал его вместе, удаленным от всей человеческой деятельности, с запиской, в которой говорилось. Этот парень все расскажет, если вы будете пытать его. Вернувшись домой, он позвонил Юбксону. Поскольку они встречались еще несколько раз наедине уже из-за случая с его матерью, Сэджин подумал, что они подошли немного ближе. Вот что он думал. Мисс Сэджин, я собираюсь повесить трубку. А, почему? Разве я не говорила, чтобы ты обращался ко мне по имени, или я даже не буду говорить с тобой, а? К сожалению, Юбксон все еще была злобным маленьким божественным зверем, и без влияния его запаха, работающего над ней, она поддерживала холодное отношение к нему. Мисс Юбксон. Ладно, что? Пожалуйста, пошлите кого-нибудь по адресу, который я собираюсь вам дать. Оборотень сказал, что оставил там вампира. Вампир? Сэджин сказал ей адрес, где был вампир. Кстати, как насчет вопроса, о котором я вас спрашивал. Ах это. Вся связанная информация готова. Тогда давайте встретимся завтра. Хочешь встретиться? Юбксон проявила признаки колебаний. Очевидно, из-за его запаха. Да. В конце концов, мы не можем доверить такие важные данные курьерской службе или агенту. Я позвоню тебе завтра. Поддерживая этот равнодушный тон, она повесила трубку. Глава 69. На следующий день наступил полдень с пылающим солнцем над головой. Ким Сэджину не оставалось ничего другого, кроме как идти прямо в пресловутый логово тигра, расположенный посреди Сеула. На этот раз Юбксон выбрала свой дом в качестве места встречи, чтобы свести к минимуму последствия его запаха, проникшего во все, что он коснулся. Итак, прямо сейчас он проверял содержимое нескольких документов, находясь на расстоянии от Юбксона внутри ее дома. Он был торжественен и серьезен, но в полном контрасте Юбксон была занята, обнюхивая запах, который все же каким-то образом пересек комнату. Хвост медленно качался из стороны в сторону, да, когда Сэджин изучал документы, до того, как он это узнал, раздалось хихиканье. В этих работах, представленных Юбксоном, было записано несколько истин, о которых он совершенно не знал. Одним из них был тот факт, что его мать была наемником, а отец, которого он даже не знал, был рыцарем. Его мама ушла из жизни наемника в тот момент, когда она забеременела Сэджином, и его отец взял на себя работу, предназначенную для его мамы, и в конечном итоге был убит вампиром. И самое главное, тот факт, что вся эта информация была очищена из правительственных архивов Кореи, теперь он просто не мог понять, почему. Тогда я не была начальником дивизии, но в любом случае я вижу много подозрительных вещей. Прежде всего, есть следцо, проводящее расследование по этому вопросу, но кто-то полностью удалил существование всех записей. Юй Бексон изучила реакции Сэджина, а затем продолжила говорить. Кроме того, ваша мама была объектом специального надзора со стороны национальной полиции сроком на 8 лет, то есть от вашего рождения до ее смерти. Такая вещь применима только к важному очевидцу или главному подозреваемому в деле, но я не знаю, почему за вашей мамой наблюдали вообще. Как я уже говорила, все записи были стерты. Сэджин поднял голову. В углах его налитых кровью глаз были небольшие лужицы влаги. Другими словами, вы говорите, прямо сейчас вы не знаете полной информации? Ага. На данный момент это предел того, что можно найти. Больше времени нужно, прежде чем что-то можно будет сделать. Больше времени, Юй Бексон слегка прищурилась. В настоящее время я являюсь начальником СО, но это не значит, что я там главная кошка. Вы все еще являетесь частью правительства. Бывший начальник все еще входит в состав администрации, поэтому, кто знает, какие проблемы могут помешать, когда я начну копаться в старом деле. Я не хочу сталкиваться с такими неизвестными опасностями. Однако Сэджин по-прежнему пристально смотрел. В конце концов, Юй Бексон сильно вздохнула. Кроме того, сейчас мало доступных агентов. Вы знаете, что все ресурсы СО сосредоточены на этих инцидентах вампира, не так ли? Тебе просто нужно посидеть, может быть, три года, пока этот хаос не будет разрешен. Фу. Возможно, то, что сказал Юй Бексон, было правильным. Копаться в случае, который был номинально закрыт более десяти лет назад и, кроме того, случай, который по какой-то сомнительной причине был стерт из истории, даже если бы это был кто-то вроде Юй Бексона, бремя опасности было бы велико. К сожалению, Ким Сэджин, каким он был сейчас, не мог быть внимательным к таким вещам. Даже если ему приходилось прибегать к трусливой и несправедливой тактике, ему нужно было как можно скорее раскрыть правду. Мисс Юй Бексон. Сэджин увеличил силу навыка запах волка до максимума. Он даже сознательно говорил баритоном. Затем он покорил два ее самых уязвимых чувства, слух и запах. Я, я же сказала, я не собираюсь. Он сделал большие шаги в направлении Юй Бексона. Затем он протянул руку, чтобы схватить плечи отступающей женщины. Ее маленькое тело содрогнулось. Шесть месяцев. Я не думаю, что могу подождать больше. Как насчет этого? Ким Сэджин наклонился и прошептал ей на ухо. Ее тигровые уши незаметно вздрогнули, признак того, что его голос работал своей магией. Затем он осторожно погладил щекочущие уши, продолжая следующие слова. Я не говорю, что вы должны делать это бесплатно. Я дам вам один предмет, который вы желаете от нашего общества. При этом этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить тех людей, которые могут быть раздражены. Он добавил это новое условие. Кукла Афана версии 2.0 была предметом, за который правительство постоянно просило его. При этом они должны простить ему хотя бы несколько проступков. Э, это, я, я не знаю, я, нет. Голос Юй Бексона дрожал так жалко. Это неописуемое чувство, которое сжигало ее тело, было тем, чего она никогда не испытывала раньше в своей жизни. Пожалуйста, отпустите. Ей нужно было сопротивляться. Одного удара было бы достаточно, чтобы вырубить этого ублюдка. Но странно, ее тело не двигалось так, как она этого хотела. Это тепло, передаваемое из ее ушей, разбудило ее сознание и погрузило ее тело в состояние транса. Хиу. В конце концов, она выдохнула грубо и наклонилась к его объятиям, словно обняла его. Не нужно беспокоиться. В конце концов, это прекрасное предложение. С холодной улыбкой он прошептал ей на ухо. Это стало критическим последним ударом. Два дня назад, агенты ССО были мобилизованы к определенному холму с практически никакой человеческой деятельностью. И, как сказал оборотень, они нашли вампира, привязанного к дереву, и испугались его ума. Агенты притащили парня обратно в штаб-квартиру ССО, а затем стали допрашивать его последние два дня. Но это была самая сумасшедшая вещь. Вампир, пойманный оборотнем, отличался от других своих родственников и пел, как канарейка. Поскольку он был падальщиком, он не знал всех важных деталей, но все же общая информация, предоставленная вампиром, которая непосредственно принимала участие в этом вопросе, была похожа на сладкий, сладкий дождь на сухой пустыне, которая была нынешним ССО. Изначально ССО думал об использовании этой информации, чтобы продолжать расследование в тайне, но они решили оказать давление на тех вампиров, которые прячутся среди всего населения, и поэтому они предоставили все необходимые данные в средства массовой информации. И они наткнулись друг на друга, чтобы первыми сообщить новости. Информация, выявленная таким образом, вызвала огромный шок по всей стране и в мире. Из западноевропейских стран, которые поддерживали дружеские отношения с вампирами, такими как Франция, Германия и Англия, странная атмосфера начала просачиваться. Из другой стороны, с крайней точки зрения, появились признаки того, что в Китае скоро возобновится операция по расовой чистке. Как сообщалось в различных средствах массовой информации из объединенной следственной работы, проводимой оборотнем ССО, теперь выяснилось, что конечной целью вампиров является разрыть трещину до самой большой, что в процесс создает портал, который должен вернуть их в свой родной мир. Несмотря на то, что ССО уже раскрыл всю информацию, на пресс-конференцию все еще пришли многочисленные журналисты. Перед ними выступала Юбексон и громко объявила о результатах. Бесчисленные вспышки камеры угрожали ее ослепить, но ее веки даже не дрогнули. Кроме того, количество вампиров, скрывающихся в обществе, намного выше, чем предполагалось. И они делятся на фракции, которые служат различным лидерам. Это все, о чем признался Дуэйн, вампир. Теперь я отвечу на ваши вопросы. Когда Юбексон начала принимать вопросы, репортеры подняли руки в жесткой конкуренции, как будто они ждали этого момента. Она указала на репортера, сидящего спереди. Какие отношения у оборотня с Ким Сэджином из Монстра? Я не знаю. Задавайте мне вопросы, связанные с этим делом, пожалуйста. Почему, черт возьми, имя Ким Сэджина вылезло в этом месте? Подумав об этом, Юбексон немного нахмурилась, а затем указал на другого репортера. В настоящее время появился новый слух, что оборотень вы, мисс Юбексон, присоединяйтесь к обществу Монстр. Что, черт возьми, это такое? Юбексон не позволила парню закончить свой вопрос, прежде чем отрезать его. Такого никогда не будет. Если это все, тогда конференция закончилась. Казалось, что сегодня здесь нет полезных репортеров, Юбексон решила закончить сессию вопросов и ответов раньше, чем ожидалось, и повернулась на каблуках, чтобы уйти. Журналисты затем с опозданием начали задавать правильные вопросы, но она оставалась холодно безразличной. Итак, пресс-конференция закончилась раньше, чем ожидалось, но, тем не менее, правда об усилиях оборотня, в результате чего произошел прорыв этого дела, была раскрыта. Затем возникла странная новая тенденция во всем мире, когда стало известно, что продолжающиеся усилия оборотня сыграли решающую роль в раскрытии целей вампиров, и это были люди, желающие стать наемниками. Другими словами, профессия наемника, которая прошла уровень упадка и полностью распалась, демонстрирует признаки омоложения. Мы получили много комиссионных, такие работы, как отслеживание, расследование, искоренение и т.д. Они весьма разнообразны по своей природе. Ким Юйсон. Это так? Ким Сэджин. Благодаря этому развитию Ким Юсон внезапно стал несравненно занятым. Мы должны отказаться от всех, да, да. Из-за их нынешних обстоятельств им пришлось отказаться от каждой из комиссий, но голос Ким Юсона был полон радости, а также число людей, приезжающих сюда увеличилось, став наемниками. Среди них было несколько служащих рыцарей. Господин председатель, как насчет того, чтобы создать свою собственную частную наемную компанию, используя этот шанс? А, наемная компания? Да, под названием наемная компания Монстр. Конечно, хотя наемники старого действовали самостоятельно, так как времена меняются, так и мы должны. Мой сын также решил помочь мне. Если рассуждения председателя и наши совпадут, тогда мой сын и я. Хорошо, пожалуйста, сделайте это. Ответ Сэджина был быстрым. Если это наемная компания, связанная с его обществом, то это означало, что он мог владеть ими, как его собственными частными солдатами. Получив информацию о своих родителях, Сэджин тоже думал об этом, ведь он просто не мог сидеть и ничего не делать, ожидая, когда Юбексон обнаружит. Прошу прощения? Да, вы серьезно? Вы не обдумаете это? Все нормально. Спросите финансовый отдел о необходимых средствах. О, и, кстати, можно будет также поднять разведчиков? Ах, ах, да, это определенно возможно. В конце концов, я специализировался в этой области, когда был моложе. Ким Юсон хрипло ответил почти с криком. Это хорошо. Тогда, господин Ким Юсон, пожалуйста, возьмите этот вопрос на себя и приложите все усилия. Я тоже изменю вас как командующего наемной компанией. Ах, да, прежде чем вы наберете наемника, пожалуйста, приведите этого человека ко мне хотя бы один раз. Я бы хотел увидеть их лица. Я, я понимаю. Однако командующим должен быть вы, господин председатель. Что касается меня, достаточно, как директор наемной компании. Если это так, тогда я оставлю все в ваших способных руках. После окончания звонка с ярко улыбающимся Ким Юсоном, Сэджин сразу же позвонил в отдел планирования и финансов. И в тот день на определенном месте земли, принадлежащей обществу, была заложена основа для будущей штаб-квартиры наемной компании «Монстр». Вау, что это за штука. Как и раньше, как только ее обязанности закончились, Юсэ Джун подошла к кабинету Ким Сэджина. Однако сегодня было несколько иначе. Ким Сэджин ждал, когда она придет, и как только она появилась, он подарил ей волшебный артефакт, который он создал, и Юсэ Джун была шокирована неожиданным подарком в форме ожерелья. Это было потрясающе красивое ожерелье с рубином, служащим его центральным элементом, шедевром Сэджина, который потратил много усилий, чтобы создать это. Он проник эффект навыковой на восстановление в это рубиновое ожерелье. В зависимости от количества маны, вливаемой в рубин своим носителем, сила и продолжительность умения будут соответственно меняться. Конечно, это была бледная имитация настоящего навыка, но для рыцарей, чьи позиции можно было бы решить даже с наименьшими различиями, такой предмет действительно был бы бесценным сокровищем. Я сделал это ради тебя. Это артефакт, но он немного отличается от других. О, это похоже на те ожерелья, которые ты дал СО. Она радостно улыбнулась и тут же положила ожерелье. Да, но это тоже совсем другое. Ты слышала, что магазин артефактов откроется на территории общества, верно? Ах, ты собираешься продать это ожерелье? Ее радость была недолгой, и она действительно разочаровалась. Ха-ха, ни за что. Знаешь, я сделал это, как твой подарок. Он усмехнулся и объяснил дальше об ожерелье. Затем ее глаза снова округлились, так как она никогда не слышала об этом артефакте в своей жизни. В самом деле? Могу я попробовать? Конечно, она немедленно вылила свою ману в ожерелье. Сразу же в ее теле появилась таинственная жизненная сила. Это взрывное чувство, когда все маны в ее теле хотели вырваться. Хотя процесс длился всего 60 секунд, этот опыт оставил на ней огромное впечатление. Как будто она внезапно превратилась в слабоумного. Она уставилась на Сэджина, открыв рот. Ее предыдущий опыт покупки и использования бесчисленных артефактов рассказывал ей все, что ей нужно было знать только после того, как использовали только один раз. Крайне красивый внешний вид и особый эффект, добавленный к нему, это был невероятный предмет, который нельзя было описать просто словами. Я дарю это тебе как извинение за прошлое. Пожалуйста, не будь обременена им. В любом случае, это не просто простой подарок. Ты часто выступаешь на телевидении сейчас? Пожалуйста, надень его, когда ты будешь перед камерой. Если ты не наденешь его хотя бы один раз, будь готова отдать его обратно, хорошо? При ее откровенной реакции Сэджин с удовлетворением улыбнулся. Несмотря на это, она продолжала смотреть на него, не двигаясь, пока вдруг в ее глазах не появилась слеза. Что, почему ты плачешь? Я сделал что-то не так? Нет, это не так. Просто. Я просто благодарна. Вместо того, чтобы произносить эти слова, Ю Сэджин сделала большой шаг вперед и крепко обняла его. Гэм. Человеческая форма Ким Сэджин испытала замешательство в этой внезапной, неожиданной и крутой ситуации. И его ответ на эту ситуацию, страдая от путаницы, вышел из его инстинктов. Он осторожно обнял ее за талию, потом обнял ее еще крепче. И так их объятия продолжались, пока Сэджин каким-то образом не восстановил свои чувства. Глава 70. В загородном доме, расположенном в сельской провинции Чолла, происходила съемка места для определенной развлекательной программы. Эта программа называлась «Загородный дом рыцаря», который считается самым популярным среди постоянно растущего числа шоу, связанного с рыцарями. Концепция шоу была предложена в названии. Девять рыцарей будут жить в доме, расположенном в свободной от монстров области Чолла, выполняя миссии и игры, запланированные производителями, а также готовить собственные блюда и проводить честные разговоры. Сначала идея может показаться довольно простой, но имея 9 человек с сильными личностями, многие захватывающие ситуации были сняты на пленку. Например, поскольку 89 участников здесь были подготовлены, чтобы стать рыцарями с раннего возраста, только один знал, как правильно готовить рис, поэтому, естественно, хаос возникал всякий раз, когда это было время еды. Среди этих красочных персонажей с большим количеством поклонников, конечно, была Юса Джун. Хотя большую часть времени она проявляла безразличие, ослепительная улыбка ярче, чем само солнце, которое иногда просачивалось, сделало ее такой очаровательной женщиной на экране. Поистине, не было преувеличением сказать, что эта программа сыграла важную роль в создании ее официального фан-клуба. Таким образом, Юса Джун сильно выиграла от этого шоу, а также стала его самым важным вкладчиком. Это было слишком долго, Сэ Джун. Это он не думала, что она сходит с ума от желания увидеть тебя. Эл Унни – это женский эквивалент АППы. Хотя мы виделись две недели назад, съемки эпизодов происходили каждые две недели в течение четырех дней и трех ночей, и поэтому, как-то казалось, что это были времена, поскольку все девять из них могли сесть в одну комнату вместе. Они собрались в гостиной, поделившись друг с другом приветствиями, а затем подождали продюсера, чтобы дать им новый вызов. Ух ты, Сэ Джун, что это за ожерелье? Пока они ждали, женщина-рыцарь по имени Ким Хуэйсу указала на ожерелье Сэ Джуна и спросила. Да, да, что? Хотя она ожидала этого, но теперь, когда вопрос наконец задали, Сэ Джун чувствовала себя очень нервной. У нее действительно было оправдание под названием косвенная реклама, но... Ну, это ожерелье было первым подарком, который дал ей мужчина. Хаймымым. Парень купил его для тебя? Мужчина-рыцарь, сидящий на кушетке, тяжело выдохнул, выглядя неудовлетворенным. Это был Сон Чул Джун, рыцарем высокого уровня от ордена рыцарей Гарьё и, предположительно, с романтическим интересом к Юсэ Джуну. Хотя этот интерес был не более чем Сэ Джун, который они умела готовить, чтобы спасти себя, немного используя свои навыки. Но так как они хорошо смотрелись на экране, продюсеры, писатели и зрители публично придумывали свои собственные рассказы. А вот это правда? Боже мой, действительно большое событие разразилось еще до начала съемок, однако съемки начались? Так или иначе, Сэ Джун, парень действительно подарил тебе это? Нет, нет, у Сэ Джуна был парень, ничего себе, Чул Джуна потак облажался сейчас. Сразу же все девять рыцарей начали тявкать с ожерельем Юсэ Джуна в центре. Это была прелесть этого шоу, где сцены хаотического ворчания часто заполняли эфир. Нет, нет, это не так. В конце концов, Юсэ Джун пришлось кричать, и только тогда их разговоры утихли. Лицо Юсэ Джуна покраснело, как будто оно могло вспыхнуть от всего внимания коллег и съемочной группой, численностью около 60 человек. Если бы это было ее обычным делом, то она бы приняла такое же холодное безразличное отношение и прекратила это фиаско прямо там, но поскольку это было связано с Ким Сэ Джином, она не смогла сохранить спокойствие вообще. Ну это подарок, это правда. Но это не от парня, ты это имеешь в виду? Сон Чул Джун слегка усмехнулся и, по какой-то неизвестной причине, откинул назад волосы. Слишком плохо для него, Юсэ Джун не ответила. Честно говоря, раньше она никогда не была в романтических отношениях и, возможно, из-за этого отсутствия опыта, она все время осознавала присутствие Ким Сэ Джина, что было непохожим для нее. Они действительно обнялись, но, поскольку он не сказал этого вслух, казалось, что они не были парой. Но что, если ему это не понравится, если она заявит об этом прямо здесь, что так это правда? Сон Чул Джун мгновенно потерял самообладание. Несмотря на это, Юсэ Джун долго не открывала рот, пока. Не от байфренда, но это подарок и спонсорская сделка в то же время. В конце концов, она отрицала это. Как только Сон Чул Джун вздохнул с облегчением, на этот раз женщины-рыцари прыгнули на нее, как стая голодных животных. Несмотря на то, что они были рыцарями, они также были женщинами. Да, мы начали спрашивать о колье, например, где она его покупала, сколько стоило, это рубин настоящий и т.д. Ну, все успокойтесь. Мы сейчас снимаем по-настоящему. Только когда продюсер активизировался, шумный балаган подошел к концу. Но знамения хорошие. На лице продюсера была огромная улыбка. Это было понятно, поскольку потенциальный золотой рудник был обнаружен только после того, как камеры начали снимать менее 30 минут. Кроме того, редкий вид Юсэ Джуна, которая была настолько застенчива, настолько прекрасна, что заставил его захотеть обнять ее. Нет, 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 это не так. Продюсер быстро покачал головой, а затем показал доску с миссией участников, написанной на ней. Ну, вы, ребята, теперь, должно быть, проголодались. Почему бы нам сначала не поесть? Полдень с палящим солнцем. Семь рыцарей оставили миссию или сбор ингредиентов для своей пищи. Тем временем Юсэ Джун осталась, чтобы научиться готовить у Сон Чул Джуна. Несмотря на то, что это выглядело, как готовить без каких-либо ингредиентов для практики, она просто готовила рис на данный момент. Но Сэ Джун уделяла 110% внимания тому, что говорил Сон Чул Джун. Раньше она только притворялась, что училась, поскольку там снимали камеры, но с некоторого времени нет, вернее, с того момента с кем Сэ Джином сильно изменил ее мыслительный процесс. Размышляя о появлении Сэ Джина, наслаждающегося ее приготовлением, просто воображая, что в одиночку сделал ее счастливой. Этого достаточно? Юсэ Джун указал на горшок, наполненный рисом, показывая при этом определенное выражение. Да, там достаточно воды, и оно выглядит хорошо. Увидев ее очаровательную внешность, Сон Чул Джун слегка усмехнулся и потянулся, чтобы погладить ее голову. Однако скорость реакции Юсэ Джуна была невероятной, и его рука закончилась тем, что танцевала в пустом воздухе. Кахаем. О, комар. Смутившись, Сон Чул Джун дважды помахал рукой, словно там было какое-то насекомое. Давай сделаем следующий суп. Я куплю тебе что-то более дорогое позже. Во время перерыва между съемками Сон Чул Джун неожиданно указал на ожерелье Юсэ Джун и улыбнулся. Извини, я имел в виду эту штуку. Обсуждать покупку чего-то дорогого для триго поколения Чебала было самой странной вещью, поскольку она могла купить все, что захотела, но ради поддержания определенного общественного имиджа в интервью она всегда говорила, что она живет экономно, получая надбавку. Итак, непонимание Сон Чул Джуна было понятным. Ты имеешь в виду что-то более дорогое, чем это. Юсэ Джун посмотрела на него слегка недоверчиво. Возможно, такая ситуация возникла из-за того, что артефакты из монстра еще не были представлены миру. Юсэ Джун обнаружила, что Чул Джуну смотреть на подарочные ожерелья довольно неприятно, но он оставался уверенным. Очевидно, я знаю, что истинную ценность подарка судят не только по его цене, но могу сказать, что там будет гораздо более красивое ожерелье для тебя. Со слегка странным выражением Юсэ Джун некоторое время смотрела на него, прежде чем. Тебе, вероятно, нужно вынести розовый бриллиант, если ты хочешь превысить эту ценность ожерелья. Она тихо пробормотала. К сожалению, поскольку он слишком глубоко оценил глубину своего собственного комментария, он не понял, что она сказала. «Эмым, ты что-то сказала? Нет, не совсем». В то время как Юсэ Джун училась готовить для Ким Сэ Джина, сам человек тренировался в подпольном учебном заведении только для членов ниже штаб-квартиры общества. А во, что это! Но Сэ Джин не был один на объекте. Это было потому, что Орден Рыцаря, который был выбран для партнерства с Монстром Орден Ворона, послал рыцаря, чтобы помочь ему в его обучении. «Мистер Сэ Джин, ваши физические способности очень хороши». И рыцарь, назначенный для этой задачи, Ихерин, был занят восхвалением его. Ихерин была второй после Ким Юрин в отделе взглядов в Ордене Ворона, и благодаря своей общительной индивидуальности она была намного активнее, чем Юрин в индустрии развлечений. И поскольку единственная привычка Сэ Джина смотреть телевизор, он, очевидно, знал, кто она. Кроме того, она также была одним из тех, кто получил оружие Орка. Если вы оцениваете меня со стандартами рыцаря, где, по вашему мнению, я, хэм, может быть, может быть низкий средний уровень? Я думаю, это может быть. Причина, по которой Ворон послал Ихерина из всех рыцарей в их Ордене, была, конечно же, знаменитой ловушкой. В конце концов, Ким Сэ Джин был мужчиной, не так ли? Ах, это так? По ее словам, Сэ Джин чувствовал себя невероятно удрученным. Он не укреплял свое тело через духовность. Таким образом, это означало, что статистика человека Ким Сэ Джина достигла уровня низкого рыцаря среднего уровня. Этого было достаточно, чтобы гордиться, но пока еще слишком много, чтобы сделать шаг вперед. Но ему все еще не хватало сил сражаться с вампирами в его человеческой форме. Что, почему вы так разочарованы? Даже это что-то удивительное, вы знаете. Ихерин все еще достаточно хвалила забитого Ким Сэ Джина. Однако, вместо такого вежливого поощрения, он хотел, чтобы это был надлежащий режим обучения. Перейдем к следующей части тренировки. Владение оружием? А да. Давайте сделаем это. Быстрее, быстрее. После определения его физических пределов, это был поворот обучения боевым искусствам, связанных с оружием. Здесь применяется специальный пассив оркомастерству оружия. Уровень навыка был настолько высоким, что теперь он мог теоретически использовать оружие любого типа лучше, чем пользователь высокого уровня. Что мы должны использовать сначала? Эники, беники, ели, вареники. Ихерин проворно поскакала к шкафу для оружия и подняла два длинных меча, из которых один она отдала Сэ Джину. Во-первых, меч. Это самое популярное оружие. Так как это так прямо легко покрыть его в ауриманы, и это также самое легкое для новичков, чтобы узнать, как владеть. Но существует много разных типов мечей. Итак, мечи, которые мы собираемся использовать сегодня, называют длинным мечом. Ихерин очень много говорила, всегда улыбаясь ярко. Сначала Сэ Джин слегка раздражался, думая, действительно ли ее личность была позитивной все время или нет, но... Вот так, свушь, свишь. Как насчет этого, даже не вижу следов, правильно. Чем больше он смотрел на нее, он не мог не улыбаться. Он как бы понимал, почему она более известна как артист, а не как рыцарь. Ах, случайно, раньше вы учились обращаться с мечом? Спросила Ихерин удивленным голосом, когда Сэ Джин квалифицированным образом обнажил меч. Нет, совсем нет. Помимо некоторых вещей, к которым я привык во время охоты, я не получил никакого реального обучения. О, так оно и есть. Она слегка приподнялась. Хорошо, тогда я должна начать тест на умение? Пожалуйста, сделайте. Между прочим, вам не нужно так легко относиться ко мне. Когда он слегка размахивал мечом, чтобы ослабить свое запястье, следящий клинок дрожал и танцевал в воздухе, как змея. М. Ты действительно не изучал фехтование? Его внешний вид просто нельзя назвать нормальным, поэтому она быстро спросила его снова. Нет, нет. Понимаете, я мог бы обладать некоторой долей таланта. При его смутном ответе Ихерина немного обеспокоилась. В действительности, она стала верховным рыцарем среднего уровня, полагаясь на ее черту и обилие маны, а не на ее умение с мечом. Она была одним из тех рыцарей, которых обычно называют младенец черты. Поскольку она была типом, которым нравилось жить своей жизнью, Ихерин не уделяла слишком много внимания, чтобы полировать свое фехтование, которое требовало от нее повторного повторения одного и того же действия снова и снова. Конечно, ее таланты с мечом все еще были достаточно хороши, чтобы быть на уровне рыцаря среднего уровня, но мы не должны использовать ману или черты, верно? Конечно, в конце концов я не могу использовать ману. Ким Ихерин указал своим мечом Ихерина. Край лезвия сверкал резко. Готовы? Да, а да. Пожалуйста, начинайте. Ихерин сглотнула слюну и поправила свою позу. Ихерин бросился вперед без особых фанфар. Это был его первый раз, когда он сражался с рыцарем как человек. Таким образом, он не был уверен в продолжении боя. Вместо этого он решил оставить все свои инстинкты. Придя на позицию Ихерин, он опустил свою позицию в мгновение ока и ударил вверх. Она поспешно наклонила свой меч, чтобы заблокировать атаку, но поняла, что сила, стоящая за ней, не шутила. Она заблокировала один удар, но руки, хватающие меч, уже болели. Но не было времени, чтобы оставаться ошеломленным. Сэджин непрерывно рубил мечом. Свирепый и агрессивный, его фехтование было чем-то, что не было бы найдено ни в одном из учебников. Квангван. Каждый раз, когда она блокировала его удары, звуки, похожие на то, как будто бомбы раздавались. Ихерин просто не могла поверить, что Мана не участвовала в его ударах. Иуахх. Эй, подожди. Я сдаюсь, сдаюсь. Их спарринг длился недолго. Она не могла терпеть огромную мощь в диагональном нисходящем ударе Сэджина и потеряла хватку на ее меч. Ой, с жалобным видом, Ихерин присела на пол и массировала руки, у которых был небольшой след крови. А, я выиграл. Сэджин бесстрашно пробормотал. И его слова закончились тем, что он задел гордость Ихерина как рыцарь. Она стиснула зубы и встала. Это потому, что это не оружие, которое я обычно использую. Эй, извините, Сэджин Си, вы действительно не получали никакого обучения раньше? Уже вежливость, которую она использовала, изменилась Сэджина Нимана Сэджина Си. Эл. О, боже. Я сознательно избегал этой особой почетной схемы корейского языка, но здесь она есть. В принципе, Нимса поставим с Сама в японских романах, а Си похож на Сан. И так она перестала называть его Сэджин Сама и стала называть его Сэджин Сан, что несколько менее уважительно. Нет, я действительно этого не делал. Итак, стоит ли нам сегодня прекратить обучение? Что ты имеешь в виду, прекратить? Знаешь, у нас все еще есть много оружия. Ихерин энергично улыбнулась и указала на различные оружия, хранящиеся внутри шкафа. Она поняла, что Сэджин обладал талантом в рукопашных мечах, поэтому, выпустив горячий воздух через ноздри, она взяла копье. Длинный меч действительно не подходит моему стилю. Теперь я продемонстрирую искусство копья. Херин уверенно заявила. И затем она проиграла ровно семь раз подряд. Но самое главное было то, что последний спарринг был сделан с ее основным оружием, с тонкой двуручной саблей. К сожалению, она по-прежнему испытывала поражение, и с ее растоптанной гордостью она со слезами убежала в свой дом. Как прогресс. Я уже много работаю, так что перестань приставать ко мне. Тонкий голос Юбы Кассона можно было услышать из телефона. Нет, нет, я не приставал к вам. Именно поэтому я хотел бы сообщить, что если вам нужна помощь или рабочая сила, не стесняйтесь и спрашивайте меня. Я уверен, что вы уже слышали об этом, но сейчас я создаю компанию наем. Не нужно. Я вешаю трубку. Ах, подождите секунду. Юбексон была очень холодна к нему. Это было действительно загадочно, как она себя вела. В конце концов, она не могла даже сопротивляться ему, когда они встречались, но по телефону она была похожа на неукротимую кошку. Есть еще кое-что. Итак, что это? Но, видя, что она не закончила с начала вызов, должны были остаться какие-то затяжные последствия. Оборотень сказал, что есть подозрительный отель. Это была информация, предоставленная ему Ким Юсоном. Но Сэджин сделал это сейчас, будто это пришло от оборотня. Все для того, чтобы скрыть эту черту. Какой отель? Не уверен. Это был просто отель. Ты смеешься надо мной прямо сейчас? В голосе Юбексона раздался гнев. Ким Сэджин закончил с тонкой улыбкой, думая, что она похожа на сердитую кошку или что-то в этом роде. Я не шучу. Вы сейчас не воспринимаете оборотня всерьез? Нет, это не так. Однако он не может просто сказать, какой это отель. Он пытается сказать, что мы должны исследовать каждый отель в стране. Я знаю, но все же, пожалуйста, постарайтесь изо всех сил. Я хочу помочь, но, поскольку для моей компании еще рано, у меня тоже не хватает рабочей силы. Нет, это... Фу. Юбексон долго выплюнула и неохотно ответила, что сделает это. Глава 71. Он снова вернулся на поле монстр. И Ким Сэджин изливал невероятную силу, чтобы разбить своим жезлом голову саблезубого тигра. Кваяханг. Этот потрясающе сильный удар вызвал громкий шум, когда он обрушился на череп тигра, который предположительно был сильнее, чем алмаз. SFX для зверского рычания. Саблезубый тигр продолжал угрожать Сэджину, размахивая когтями вокруг своей головой, но это было только на короткое мгновение. Существо начало спотыкаться, как пьяная бабочка, прежде чем рухнуть на землю. Сэджин подошел к нему, вытащил клыки и положил их в карман, прежде чем поглотить его сердце. Активный навык энергия саблезубого тигра уровень владения навыками. Ф. Мгновенно восстанавливает выносливость иману. Однако восстановленная выносливость имана рассеется через 10 минут, и заклинатель вернется в исходное состояние. В результате, то, что он получил от этого финала, было вполне удовлетворительным. Сэджин решил отправиться домой. Но когда он обернулся, два орка-ягуара, которые кидали свои сверкающие взгляды на него, попали в его поле зрения. Хвайр. Сэджин закричал, испугавшись за свою жизнь из-за этой абсурдной ситуации. Это был просто крик, конечно. Однако была небольшая проблема с формой монстра, которую он использовал в настоящее время. Саблезубый тигр был слишком сильным хищником для формы черного оборотня, поэтому у него не было выбора, кроме как взять на себя орка-великого воина. Возможно, это послужило виной тому, что произошло дальше. Его крик стал мощным ревом, громче, чем громовой удар, который отразился на всем склоне горы. Гуву, гуву. Орки-ягуары начали быстро падать перед ним. И они продолжали повторять то же самое действие, склонив перед собой головы. Что за... черт возьми, что за ситуация? Сэджин долго смотрел на этих двух странных орков. Аааа, может быть? Затем в голове появилась лампочка. Он придумал теорию, которая могла бы точно объяснить эту странную ситуацию. Орки обладали такими качествами желания подчиняться более сильному орку, чем они сами. Если смотреть с этого момента, то Сэджин определенно был самым могущественным орком в поле монстр, который мог легко заставить других орков присмыкаться перед ним. Кроме того, разве он не победил саблезубого тигра, который угрожал жизни этим двум, только сейчас? Конечно, это была возможность приобретения навыка, который ослепил его, но все же, то, что произошло, было достаточно для того, чтобы эти орки пали. Я понял это сейчас, так что уходите. Приняв это объяснение, Сэджин жестом указал рукой, чтобы отправить орков, а затем попытался пойти своим путем. Однако два орка-ягуара продолжали следовать за Сэджином. И всякий раз, когда он смотрел на них, их сверкающие глаза не переставали смотреть. Это продолжалось еще 20 минут. Они немного жалкие. Может быть, потому, что он был в форме орка, ему стало жалко этих двух орков, один парень, другой, наверное, девушка, с ним. Судя по их вооружениям, они, должно быть, пришли из деревни, расположенной вокруг охотничьего угодья среднего яруса. Но, скорее всего, когда земля была опрокинута, они потеряли свою родную деревню. Кроме того, в текущем поле монстр, где монстры всех уровней были хаотично перемешаны, шансы небольшой группы орков выжить были действительно низкими. Достаточно, чтобы сказать, это было чудо, что эти двое оставались живыми так долго. Фу. Ким Сэджин издал низкий вздох и поднял взгляд на небо выше. Солнце уже глубоко погрузилось в ползающую тьму. Ничего не поделаешь, не слишком ли поздно для него было присматривать за этими двумя орками? Он опустил взгляд на орков. Эйфью. Когда он присмотрелся, их лица выглядели довольно дружелюбно. Черт, он даже думал, что они выглядят восхитительно. Даже сам не знал, почему он думал, что их ужасные лица выглядели восхитительными. Они могут помочь в будущем, если я буду их воспитывать. Наконец Сэджин принял решение. В конце концов, если бы он был в форме монстра, а не человека, то больше всего он тратил время. Пойдем со мной. Он тихо проворчал и привел двух орков, ища место для создания новой деревни орков. Он нашел пятнос, впечатляюще крутым утесом в задней части, которое должно помочь с защитой, и поток пресной воды не слишком далеко. Сэджин решил построить свою деревню на этом благословенном участке земли. Но перед этим возникла необходимость выполнить определенную импринтиговую работу над этими орками. Внимательно следите. Сэджин заставил двух орков стоять перед ним и показал им различные формы. Во-первых, человек, затем гоблин и, наконец, оборотень. Однако он умышленно ушел от Афаны. И Хорнг. Всякий раз, когда Сэджин менял свои формы, орки были в шоке. Но благодаря различным навыкам, которыми он обладал, таким как хищник и его запах, они не пытались атаковать, просто решив повиноваться ему. И так он завершил так называемую импринтинговую работу. Затем, используя технику орка, он начал масштабные строительные работы. Теперь, когда его уровень владения был бы, работа превратилась в потрясающе простое и эффективное дело. Изменяя характеристики почвы, он делал деревянные заборы более жесткими, чем усиленная сталь поднималась в определенных местах. Затем, на этих заборах он добавил атрибут отражения повреждений. Таким образом, монстры, пытающиеся атаковать ограждения, умрут от своих собственных атак, не понимая, что сами ранили себя. И через 7 часов новая деревня орков была завершена, когда утреннее солнце начало осветлять горизонт. Они должны быть в состоянии заселить это место сами, верно? Сэджин слышал, что всякий раз, когда орки возбуждались, они спаривались и производили до 10 отпрысков в месяц. Л. В. В. Серьезно? Они больше похожи на кучу тараканов тогда. В будущем может возникнуть опасность инцеста, когда только два орка основывают деревню, но так как эти существа не очень заботились о таких деталях, он мало что мог сделать в этом отношении. Так или иначе, все кончено. Пот от этого неожиданного труда наверняка был освежающим. Он долго смотрел на двух ошеломленных орков и приготовился уйти. О, верно! До этого, он почти забыл этот важный шаг. Он подошел к двум оркам, положил руки на плечи и отправил им свои мыслительные приказы. Содержимое было примерно таким же, как те, что он дал Мавфину в прошлом. Люди, ваши друзья! Если вы найдете людей в опасности, помогите им. Если они угрожают вашей жизни, тогда сражайтесь с ними, но не убивайте их, и не забудьте хорошо воспитывать своих детей. Поскольку было бы неприятно, когда эти орки начнут сражаться с людьми, когда Сэджин унуждался в них позже, он глубоко укоренил принципы не причинять вреда людям от этих орках. Конечно, вампиры не были включены в эту категорию людей. Закончив проникновение этих мыслительных приказов глубоко внутрь оркам, Сэджин собрался уходить. Однако, что-то продолжало дергать его разум, и ноги не двигались легко. Было такое чувство, что, просто сделав деревню и сказав им выжить самостоятельно, они просто убьют себя, вероятно, завтра или что-то в этом роде. Уф! Сэджин вернулся. Он потратил еще час на то, чтобы привести бесполезное оружие орков до уровня фирменных товаров, а затем, используя свою собственную кровь, начертал несколько магических татуировок на их телах. Не только татуировки, которые увеличивали их физическую силу и ловкость, но и чешую левиафана, чтобы показать, что эти орки были подчинены оркам-героям. Разумеется, вместо реальных масштабов, шкуры орков стали немного синими, так как эффекты навыка сильно сократились во время процесса создания, но все же, поскольку эти орки были голубого цвета, люди могли бы правильно определить, что они имеют какое-то отношение к орку-герою. Значит, они будут атаковать этих орков меньше. Теперь, когда я сделал так много для вас, растите быстро, вы будете моей помощью в будущем. Это был его последний мысленный приказ. Ким Сэджин оставил позади двух орков, которые были на грани проливания слез восхищения и неохотно зашевелил ногами. Прошла неделя со дня его формирования маловероятной связи с двумя орками. За день до запланированной трансляции телешоу, где Ю Сэджин снималась «Загородный дом рыцарей», Сэджин официально открыл магазин «Артефакт монстров», построенный на территории общества. Автор написал название магазина на английском языке. Хотя количество предметов, выставленных на продажу, было всего восемь, каждый из них имел невероятную цену. Самый дешевый из них, шпилька, стоил около 9 миллионов долларов США. Как и ожидалось, никто не обращал внимания на тот день, когда магазин открыл свои двери. Но после телепередачи, взрывной реакции было достаточно, чтобы удивить и ты от дел, которому было поручено поддерживать домашнюю страницу общества. Тем не менее, те люди, которые спрашивали об ожерелье Ю Сэджуна, могли только отступить в полном шоке после подтверждения цены. Конечно же, Сон Чул Джун тоже был среди этих людей. Он думал, что ожерелье Ю Сэджуна не может стоить больше нескольких тысяч долларов, а может быть, даже пары десяти тысяч, но потом. Душа воина в настоящее время недоступна. 15 000 000 000 КРВ ТВЛ. Это в корейской валюте. Да, похоже, что это много. В долларах США это 13 682 миллиона долларов. К ожерелью прилагалась эта огромная цена. Первоначально многие люди жаловались, когда эти огромные цены были выявлены, но когда Ким Сэджин раскрыл необычайные эффекты, которыми обладал каждый предмет, все они быстро закрыли рот. Затем настал черед рыцарей и волшебников. Более 100 рыцарей и волшебников пришли в магазин и должны были получить билеты с ожидающим номером, напечатанным на нем, потому что артефакты монстра можно было увидеть только по броне, а также покупки только на месте. Итак, как все прошло. По прошествии двух дней шторма Ю Сэджин приехала к нему в кабинет председателя с триумфальным видом. «О боже, ты приехала, Сэджин?» Сэджин мягко погладил ее голову. Ей очень нравились его прикосновения, которые были полны любви. «Ты не собираешься меня избегать, но ты сделала это для Сон Чул Джуна». Увидев, как она наслаждалась его прикосновениями, как маленький щенок, он вдруг вспомнил сцену, где она училась готовить с Сон Чул Джуном. В конце концов, это была одна из самых запоминающихся сцен во всем шоу. Безразличные отношения Ю Сэджин, которые так сильно контрастировала, когда она была с Сэджином, и извиняющийся Сон Чул Джун, занятый вылавливанием воображаемых комаров. Очевидно, Аппа полностью отличается от этого дяденьки. Ах, да, и Аппа. Ю Сэджин поспешно порылась в сумке, затем достала конверт, который она передала Сэджину. «Эмым? Что это?» Она ярко улыбнулась. «Приглашение на церемонию моего совершеннолетия. Эмым?» Сэджин наклонил голову к неожиданному ответу. «Большинство обычных людей не провели ни одну из этих церемоний, и даже если бы они это сделали, это было бы в дни их рождения, по крайней мере, это то, о чем он слышал. Разве твой день рождения не 20 апреля?» До дня рождения Ю Сэджина было еще полгода. Сэджин говорил об этом, но у нее было лицо кого-то, кто был глубоко тронут. «Ты-ты знал?» «О, да, вроде». На самом деле, это было упомянуто на телешоу, который он смотрел вчера. Но он не собирался упоминать об этом и нарушать милую атмосферу, которая складывалась здесь. «Кроме того, осталось еще полгода, так почему ты так рано меня приглашаешь?» «Ах, ну, то есть, я решила сделать церемонию 1 января. Первоначально это было запланировано на мой день рождения, но я хотела, чтобы это было сделано раньше, поэтому я попросил моего отца. Как бы то ни было, ты должен прийти, хорошо?» Ю Сэджин схватила его руки с решительным выражением. «Это была близость, которая происходила естественным образом, но по прошествии времени ее лицо стало краснее и краснее». «Понял». Перед тем, как ее лицо стало достаточно красным, Сэджин осторожно извлек свои руки и положил в карман приглашение. «Ах, верно, ты выбрала новых членов для общества, Ю Сэджин?» «Да, мне просто нужно объявить об этом». Сэджин выбрал только двоих, сына Ким Ю Сона и Хирин. Это было не его намерение, но поскольку он только пытался выбрать подходящий тип людей, уровень ликвидации оказалось довольно жестоким с 2000 по 1. «Кто они?» «Пожалуйста, скажи мне». Ю Сэджин потерла свои плечи об тело Сэджина и начала флиртовать с ним. С самого начала это не было секретом, он честно сказал ей. «Мисс Сэхирин рыцарь?» «Ю Са Юнг?» «Да». «Ты тоже знаешь ее?» «Да». Внезапно лицо Ю Сэджина застыло в ледяном выражении. Но когда Сэджин заговорил тоном, свидетельствующим о том, что Хирин подходит обществу, она сделала все возможные, чтобы вы улыбку. «А да, я знаю, кто она. Кажется, все в порядке. У нее хорошие способности, так что... Хороший выбор». Она подавляла горький вкус, тяжело поднимающийся из ее груди. Ее разум был беспокойным, но если бы она проявила странное поведение перед Сэджином, то он мог бы видеть в ней мелочного человека. «Ты тоже так думаешь?» К сожалению, Сэджин расслабленно улыбался, совершенно не осознавая ее настоящих чувств. 27 октября. Монстр наконец объявил успешных претендентов на набор своих членов, и сразу же весь мир, казалось, закипел одновременно. И на новых членов неразделенной внимания общественности вылилось, как град. Это было прекрасно для Ихерина, которая привыкла к публичному вниманию, но для Ким Сун Хо, сына Кима Ю Сона, все было совсем по-другому. Поскольку он ушел из рыцарства и изменил свою работу на наемника, журналисты следовали за его историей, как сумасшедшие. В конце концов, ему пришлось временно поселиться в комнате ночного дежурства штаб-квартиры общества, которая запрещала въезд посторонних. «Воу! Это очень здорово! Господин председатель, пожалуйста, посмотрите! Определенный день в выходные, в то время как безумие СМИ все еще продолжалось снаружи. Когда группа закончила тренировку и наслаждалась едой вместе в столовой в штаб-квартире, Ихерин поднял шум и поместил свой мобильный телефон на обеденный стол. «Эй, Джуджихек, ты тоже, Ихерин? Что теперь?» Джуджихек, который сидел рядом с Ихерином, посмотрел на проецируемые изображения с телефона, пока его лицо краснело по какой-то причине. Четыре рыцаря среднего уровня находились посреди расследования изменений на Земле и оказались в окружении монстров и в реальной опасности. Но затем два орка с синей кожей выскочили из ниоткуда и помогли рыцарям победить монстров. И после того, как битва закончилась, эти орки даже дали рыцарям какую-то питьевую воду, а затем исчезли где-то. Итак, главными героями этой видеозаписи были эти два синих орка. А, каждой сцены, которую он только что видел, было достаточно, чтобы заставить Сэджина выплеснуть пищу в рот. Разве это не было так загадочно? Этот кадр обошел Майчаты в Ордене Ворона, говоря, что они были соплеменниками одного из героев орка. На данный момент эта история похоронена под новостями о наборе членов общества, но вы не думаете, что это вызовет огромный ажиотаж позже. Увидев улыбающееся лицо полностью забытое Херина, Сэджин едва смог кивнуть головой в знак согласия. Глава 72 Если мисс Ким Юрин присоединяется к нашему обществу, тогда хорошо, я могу закончить рассмотрение дела с гораздо более непредвзято. Внутри вновь построенного офиса председателя Монстра, расположенного в их центральном штабе, Сэджин проводил деловую встречу с Ким Юрином. Это я также хотела бы присоединиться к вам. Но я не могу оставаться столько, сколько вы предлагаете. Я считаю, что лучше не причинять неудобств, нарушив правило 10 лет или дольше. Вот почему я прошу вашего любезного понимания по этому поводу. Юрин подошла поговорить с ним лично по двум деловым вопросам в этот день. Один из них заключался в том, чтобы узнать текущее состояние вещей относительно куклы Афаны версии 2.0, которая под предлогом проверки технических возможностей потенциальных покупателей еще не нашла дома. Другой, купить определенный артефакт, который теперь доступен в новом магазине артефактов в обществе. Артефакт, о котором идет речь, был обсидиановым браслетом под названием Когти Волка. В дополнение к повышению общей мощности его владельца этот загадочный артефакт имел скрытую функцию включения-выключения, которая при активации превращалась в перчатку, которая охватывала всю руку. Как было предложено в названии, это был действительно предмет, который превратился в так называемые Когти Волка. Хотя этот артефакт имел, казалось бы, смехотворную цену более 17 миллионов долларов США, по правде говоря, это было не так дорого, как можно было бы подумать, поскольку артефакт, предназначенный для боя, будет вращаться среди рыцарей через систему найма. Кроме того, благодаря уже доказанным эффектам повышения силы и выносливости пользователя почти на 30%, а также гарантийного периода в 30 лет, сверхурочно было не преувеличением сказать, что цена была низкой, если учитывать гарантированную прибыль, полученную с ней, не говоря уже о защите, предлагаемой оснащением этого браслета. В таком случае, я думаю, это не поможет, но... Но, пожалуйста, подумайте еще об этом. Наши двери всегда останутся открытыми для вас. Он облизнул губы при этой упущенной возможностью. У Сэджина был еще один план, который он хотел выполнить. И этот план заключался в том, чтобы купить немного больше земли возле поля монстров провинции Канванда, чтобы расширить границы своего общества, а затем сформировать собственный орден рыцарей, который попадет под юрисдикции общества. Конечно, эта идея не пришла из головы Сэджина, но вместо этого ее предложил отдел планирования. Несмотря на то, что первоначальные затраты, связанные с наймом рабочей силы, строительство помещений и лоббирование соответствующих правительственных структур, могли бы составить сотни миллионов долларов, не говоря уже о других десятках миллионов только для годового оперативного бюджета, Сэджин все еще хотел реализовать эту идею в полной мере. Хэм. Значит, наша встреча закончилась? Да. Когда Ким Юрин осторожно спросила, Сэджин равнодушно ответил. Она начала дрожать. Все, что она получила от него в ответ на куклу версии 2002, было «Я подумаю об этом». Мало того, что она не смогла получить определенного подтверждения, это даже нельзя назвать позитивным пониманием между ними. Но все-таки это не значит, что она теперь может просто присоединиться к его обществу. «Возможно, вам пора вернуться?» Собственно, Сэджин стремился именно к этому моменту. Даже если Ким Юрин присоединится к его обществу, шанс, что она станет магистром ордена рыцарей был ничтожно мал. Но даже с этим она все еще была рыцарем, которого он хотел бы иметь, работая на него. «У меня еще есть что сказать, Ким Юрин». Ким Юрин поспешно выкрикнула, увидев, что Сэджин встает со своего места, чтобы, казалось, показать ей выход. На какое-то время он сел на свое место, чтобы вы хотели обсудить. Я слышал, что Монстр недавно начал развлекательную кампанию. Да, это верно. Около месяца назад, по поручению отдела планирования, Сэджин начал проводить новую модель дохода, так называемую кампанию по управлению талантами. Отделение планирования решительно высказалось за это деловое предприятие, так как нынешние члены общества, помимо Юсэджуна и Хирин, уже были достойны огромного внимания. Кроме того, он мог использовать оборудование, предлагаемое в качестве приманки, чтобы заставить других рыцарей присоединиться к кампании. И только после месяца работы индустрии развлечений Монстр переходила от силы к силе. Не было никакого смысла упоминать о тех двух, которые были фактически главными звездами для начала Юсэджуна и Хирин. Это было в тот момент, когда знаменитости, будучи привлеченными славой монстра, спрашивали о подписании контракта с компанией Сэджина. Я, Ким Юрин, хотела бы зарегистрироваться в вашей компании. О, это так? Юрин приняла это решение с большим трудом, но реакция Сэджина была в лучшем случае теплой. В этот момент она коротко задалась вопросом, неожиданно ли она стала стоить ничтожно. Между прочим, вы должны спросить у руководителя соответствующего отдела, а не у меня, знаете ли, Ким Сэджин. А, нет, это не, ну, я, эээ, мой гонорар составляет 27 тысяч долларов США за эпизод. Ах, правда, на самом деле гонорар мисс Сэджун составляет около 23 000 долларов. Это довольно близко. С помощью скрытой улыбки на лице Сэджин спровоцировал Юрин. Разве это так? Только разница в 4 тысячи долларов. Ах, однако я немного работала на радиообещании, поэтому. Итак, если вы позволите мне зарегистрироваться, то я даю вам свое обещание, что я буду прилагать дополнительные усилия и расширить разрыв между мной и мисс Сэджун. И вот она красиво клюнула на приманку. Начало декабря, когда все еще ожидался первый снег. Как только рейтинг общества монстр поднялся с б до б, когда успех его различных деловых предприятий был общепризнанным, внезапно, казалось бы, повсюду появилось несколько враждебных попыток сдержать его рост в проверке. Мелкие схемы, такие как бесконечная отсрочка выдачи разрешений на бизнес в то время как придирались из-за ничего, выдавая штрафы, которые доходили до миллионов долларов из-за того, что они не соблюдали законы об охране окружающей среды и даже распространяли ложные слухи о том, что он спекулирует на ценах на недвижимость. Судя по нынешним обстоятельствам, мы подозреваем, что несколько крупных корпораций и трилогии объединились, но мы не можем быть на сто процентов уверены, Джо Хансун. Итак, Сэджин закончил создание специальной команды реагирования. Так или иначе, он развил личность, где он не мог отступить и принять поражение. В самом деле, я понимаю, а пока давайте подождем, пока мы не сможем найти более конкретные доказательства. Но так как злость была сродни признанию того, что он проиграл, Сэджин сохранил уравновешенность, насколько это было возможно. Но ты уверен, что трилогия задействована? Да, сэр, есть свидетельство того, что один из директоров общества лаббирует связанные стороны. Скорее всего, трилогии было наплевать на то, что их крепость находилась на вершине рейтинга общества Южной Кореи и никому не угрожает. Это было почти понятно, поскольку средства массовой информации, которые любили стравливать других для сочной борьбы, уже сравнивали истории как трилогии, так и монстра бок о бок, но все же, то, что сделало это общество, было довольно грязным и дешевым трюком. О, и господин председатель, мы должны представить нашу регистрацию гильдии? Да, конечно, гильдия. Закон, предложенный полгода назад, вступил в силу только на прошлой неделе, окончательно утвердив концепцию гильдии официально в Республике Корея. В условиях непрофессионала гильдия была развитой формой общества. Обществу с классом выше, чем бы была предоставлена возможность перейти в гильдию, и после прохождения трех месяцев сложных процедур тестирования и доказательства того, что он может стать гильдией без проблем, он будет официально признан одним из них. Первые страны мира в Западной Европе, США и многие другие страны уже приняли эту систему, но Корея только реализует ее сейчас из-за нескольких наложенных друг на друга причин. По правде говоря, вклад монстра в принятие этого закона был велик. Предыстория, окружающая этот закон, была такой. Династия Рассвета, которая по какой-то причине не наслаждалась дружескими отношениями с трилогией, потратила чрезмерную сумму денег на лоббирование против гильдии. Рассвет уже обнаружил, что трилогия угрожала, но с внедрением этой системы они знали, что влияние их врага только укрепится. Именно тогда новое общество, основанное Юсаджуном, которое называлось Монстр, вступил в битву, как новая звезда, а это означало, что оно будет дружелюбно относиться к интересам Рассвета. Итак, Рассвет решил отвлечь огромные лоббистские фонды для поддержки развития монстра, который станет темной лошадкой, чтобы противостоять трилогии. Исчезновение лоббистских усилий Рассвета означало, что закон о гильдии прошел спокойно, без особых проблем. Очевидно, не было никакой гарантии, что монстр сможет стать гильдией только потому, что закон вступил в силу. Прежде всего, многие высокопоставленные руководители корпораций, недружелюбных к Рассвету, также были членами трилогии, поэтому вполне вероятно, что с этого момента они прибегнут к еще более неприятным и более грязным схемам. И, кстати, сэр, на повестке дня еще один вопрос, еще один? Ху. Наши люди, должно быть сегодня очень заняты, я думаю. Продолжающийся парад докладов, который длился почти три часа до сих пор, Ким Сэ Джин потер голову, которая окружилась от умственной усталости. Настолько возросла административная работа для общества. Число сотрудников теперь легко превышало три цифры после того, как он неоднократно нанимал новых людей из-за нехватки рабочей силы. Было создано три новых отдела. Каждый отдел в настоящее время имеет в среднем 23 сотрудника, в четыре раза больше, чем три месяца назад. Годовой бюджет, выделяемый только для зарплат, составлял почти 20 миллионов долларов, но, как он и обещал себе, Ким Сэ Джин не скупился, когда дело доходило до расходов на людей. Тот факт, что к его сотрудникам хорошо относились к окружающей среде, естественно, распространился, и поэтому, когда появилась одна из этих редких возможностей получить работу в монстре, время от времени можно было найти резюме, отправленный теми, кто работает в известных местных компаниях, а также известных зарубежных корпорациях. Ха-ха. Все в порядке, сэр. Индивидуально назначенные спальные помещения лучше, чем некоторые обычные дома, так что это небольшая проблема, чтобы работать всю ночь. В нынешних условиях это не поможет, потому что слишком много работы, но как только все успокоятся, пожалуйста, не забудьте вернуться домой в нужное время. Да сэр, я понимаю, и теперь нам нужно ваше решение в техническом отделе. Джо Хансун продолжил свой доклад. Аппа, о чем ты сейчас думаешь, им-им-им? Сэ Джин был в настоящее время с Ю Сэ Джуном в ресторане, хотя работа была жесткой, и у него все еще было головокружение, но он просто не мог игнорировать печальный свет в ее глазах. Ах, ты думала мисс Ким Юрин? Да. Я слышала, что вы вчера встретились. Как будто ее ревность снова началась, губы Ю Сэ Джун надулись, и ее глаза сузились до щели. Это совсем не так. Просто я сегодня устал, поскольку он провел 4 часа из 7, когда он мог оставаться человеком, он просто слушал отчеты, читал много документов и принимал решение. Было понятно, что он будет исчерпан к настоящему времени. Ты собираешься домой сразу, даже сегодня? Да. Прости. И я все еще навсегда лишена возможности посещать Аппу. Это само собой разумеющееся. Ты еще не закончила среднюю школу, но хочешь пойти в дом человека, который живет один. Ю Сэ Джун угрюма начал грубо жевать стейк. Чавк, чавк. По какой-то причине она походила на злобного щенка, поэтому она не выглядела так грозно. Ах, я только что вспомнила. Аппа, вы хотите пойти на мою церемонию окончания? Несмотря на то, что они согласились обращаться друг к другу неофициально, у нее была эта странная привычка использовать честь, когда она просила у него одолжение. М-м? Разве обычно члены семьи не посещают такие мероприятия? Ю Сэ Джун печально улыбнулась его вопросу. Затем он быстро понял свою ошибку. Если бы ее семья собиралась, то у нее не было бы причины приглашать его в первую очередь. Мой папа слишком занят, мой дедушка тоже занят, потому что это конец года, местонахождение моей разведенной мамы неизвестно, и поскольку я единственный ребенок, у меня нет братьев и сестер. Вот почему некого позвать, кроме тебя, аппа. Она казалась спокойной, но Сэ Джун ничего не мог сказать, обнаружив намек на грусть, скрытую в ее голосе. Ты придешь? Не нужно было откладывать его ответ, как только он кивнул головой. Спасибо. Ю Сэ Джун посмотрела ему в глаза и храбро улыбнулась. Но Сэ Джун подумал, что улыбка тоже выглядит одинокой. Именно поэтому он переложил руку, опираясь на стол и тихо держал ее. Черт возьми! Тем временем она внутренне выкрикивала от счастья. На самом деле был кто-то, кто мог прийти на ее выпускную церемонию, дворецкий, Пакхино. Однако он больше не сможет этого сделать. Я благодарен за все, что ты сделала для меня, Ким Сэ Джин. Сэ Джин и Ю Сэ Джун улыбнулись, когда они посмотрели друг на друга. Ты действительно благодарен, Ю Сэ Джун? Это был вопрос со скрытым смыслом. Когда Сэ Джин в замешательстве склонил голову, Ю Сэ Джун с трудом приблизилась. И затем, даже не давая ему возможности сказать «нет», она заманила его в засаду. Что за «это прощальное объятие». Знаешь, на Западе все так делают. Вот почему я. Если ты действительно благодарен, останься здесь еще немного. Ю Сэ Джун склонила голову на грудь. Ее усталость и беспокойство исчезли просто так, и ее разум стал более комфортным. Когда она была в его объятиях, полностью наслаждаясь его приятным ароматом всем своим телом, ничто в этом мире не могло бы заставить ее чувствовать зависть. Не стой просто так. Аппа, обними меня тоже. Она посмотрела на него нежными глазами, ее ласковые глаза и искренний голос. Он обнял ее за талию и потянул ее еще крепче. На следующий день Сэ Джин тайно вызвал менеджера наемной компании Ким Ю Сона. Он должен был обсудить развертывание 13 наемников и 20 разведывательных агентов, связанных с его компанией. Конечно, я оставлю направление нашего будущего на ваше усмотрение, господин председатель. Ким Ю Сон тепло улыбнулся. В настоящее время компания наемники Монстра была затоплена всеми входящими в нее запросами на работу. Прежде всего, во всем мире была только одна должным образом организованная наемная компания, которая принадлежала Сэ Джину. Так что вина огромного объема работы заключалась в неизбежном получении титула лучшей в мире. Тогда оставив вопрос о наемниках на какое-то время, как идет подготовка разведчиков. Все идет хорошо. Они тренируются, как мы говорим, в таких техниках, как маскировка, скрытное перемещение, а также подделка удостоверения личности в подземной базе разведывательного управления, построенном по вашим заказам. Называть это разведывательным агентством Монстр звучало немного неловко и все такое, но Сэ Джин действительно нуждался в этой организации прямо сейчас. Готовы ли они вступить в настоящие боевые ситуации? 6 из 20. Те, кого вы назвали агенты с богатой золотой аурой, теперь достаточно квалифицированы для этой цели. И хотя это номинально реальная боевая ситуация, это все равно не что иное, как поиск подходящих отелей, сэр. Поэтому я считаю, что хорошо бы дать им такую возможность. Формирование собственного агентства сбора разведывательных данных было, без сомнения, очень незаконным, поэтому он должен был быть особенно осторожным. Но все равно, понял. Тогда, на данный момент, эти шесть развернутся на местах. Да, сэр. Их цель состояла в том, чтобы найти отель, в котором прятался будущий правитель вампиров. Колебаний больше не было. Глава 73 на вершине, всего лишь один люкс, 60-й краткий этаж самого роскошного отеля провинции Конванда, «Романтика рассвета». И чтобы остаться здесь даже на одну ночь, потребовалась огромная плата, означающая, что это место навсегда останется вне досягаемости для обычных людей. Тел. Автор написал название отеля на английском языке. Но в настоящее время этот верхний этаж превратился в базовый лагерь исключительно для служения одному человеку. Не только на 60-м этаже, но на 5-ти этажах ниже, с 55-го по 59-е краткое, а также сотни волшебных ловушек, заклинаний и обнаружения, а также многочисленные мертвецы, скрытые в тени, спокойно ждали потенциальных посещений от нежелательных злоумышленников. Несмотря на то, что все выглядело как обычно, на первый взгляд это было в некотором роде идеально построенная крепость, призванная убить всех, кто осмелился вторгнуться. Готовы ли все приготовления, и хозяин этой крепости был обладателем самой благородной родословной Прил Ранифон Батари. Последний потомок дома Батари, который, как считалось, был прародителем расы вампиров, она также считалась наиболее вероятным кандидатом на пост будущей императрицы расы. На тайных чатах сообщества вампиров многие жаловались, что если эта девушка Батари была умной, нет, если бы у нее была капля желания узнать что-то новое, то они, возможно, вернулись бы домой давным-давно. Да, миледи, подготовка почти завершена. Хотя несколько низших раз пытались задержать нас, начиная со следующей недели, мы будем немедленно участвовать в операции изгнания. Изгнание – это термин используемый для извлечения монстров, скрытых в портале. Разве что так. Отлично. Батари мрачно улыбнулась. Ах, но что сейчас делает Эллас? Они до сих пор не установили никаких контактов. В недалеком прошлом, в дни массового расового истребления, дворянские семьи становились мишенью для большинства, и только двум удалось сохранить свои родословные из этого хаоса – Батари и Эллас. Разумеется, власть семьи Эллас была сравнительно слабее, чем у Батари, и не говоря уже о том, что их нынешний лидер был всего лишь маленьким ребенком, но все же эта семья не была какой-то плохой шуткой, которую можно было бы безоговорочно игнорировать. Прежде всего, хотя император вампиров был могущественным существом, которое управляло всеми вампирами, дело было в том, чтобы стать одним из них, он или она не должны были быть обладателем самой сильной власти или самым умным. Эти дураки пытались открыть портал в прошлом, но после того, как их усилия пошли коту под хвост, похоже, что они вспомнили о нас мы, которые добились успеха раньше, чем они, миледи. Но если это не так, то, возможно, так как их господин слишком молод, у них может возникнуть страх быть поглощенными нами. Хэм. В самом деле, они стали трусами, не так ли? Как жаль. Зачем продолжать жить, если ты собираешься так существовать? Холодный вопрос Батари превратился в таинственную холодную ауру, охватившую тело самца вампира. Вы. Вы абсолютно правы, миледи. А верно. Как насчет этих отбросов? Всякий раз, когда Батари думала о тех низших ублюдках, которые она называла отбросом, ярость, которую она подавляла глубоко в сердце, пыталась вырваться на свободу. Отвратительные остатки, которые были ближе к монстрам, чем к вампирам. Эти мерзкие нечто, которые она хотела бы уничтожить еще до человеческой расы, если это возможно. Ах. Эти отбросы не проявили никаких признаков активности после того, как в последнее время в святилище, но это только заставляет нас больше беспокоиться. Миледи. Отбросы, также известный как Носферату. Эл. Да. Действительно. Их родословные обладали отличными способностями, но они по-прежнему были классифицированы как монстры. Из истории их предательства своих собственных видов в далеком прошлом Носферату никогда не был признан родом вампира, у которого были одни и те же предки. Известные как наиболее извращенные и мерзкие даже среди видов вампиров эти Носферату страдали от комплекса неполноценности или от менталитета жертвы, и они совершали коварные заговоры, независимо от того, кем были их цели. Вот почему большинство вампиров считали, что предыдущая расовая чистка произошла из-за того, что Носферату подстрекал людей к действиям. То, что поддерживало эту идею, было тем фактом, что Носферату не страдал от последствий чистки, в то время как бесчисленные вампиры и их благородные родословные были убиты. И теперь они выросли до такой степени, что могли законно бросить вызов позиции императора вампиров. Ха! Что за эти проклятые ублюдки? Интересно. Один из этих отбросов как император? Какое было бессмысленное понятие? Зубы батареи стиснулись в ярости. Главный сутерт, похоже, готовит какую-то схему, Миледи, но нашим шпионам не хватило возможностей победить этих ублюдков. Все наши солдаты смогли найти место их святилища и условия жизни внутри. Хаймым. Кстати, вы не задумывались о каких-либо других планах, кроме того, чтобы поймать их в ловушку, не так ли? Простите, ты не сделал, не так ли? Батареи посмотрела на человека так, словно он был жалким дураком. Эй, ты, ты когда-нибудь слышала тактики, в которой ты не используешь свои силы, а используешь другую сторону, чтобы уничтожить своих врагов. Когда батареи внезапно подняла определенную четырехбуквенную идиому, парень был ошеломлен на короткое время. Он думал, когда эта пустоголовая девушка, которая никогда в жизни не прикасалась к книге, ударилась головой и пришла к такой идее. В чем смысл вашего выражения? Может ты ищешь смерти? Нет, нет, не так, Миледи. Этот слуга не знает смысла этих слов, поэтому я тщательно об этом думал, клянусь. Голова батареи могла быть пуста, но она сверхъестественно быстро воспринимала, и парень быстро посадил лоб на землю, чтобы присмыкаться перед ней. Это так? В таком случае, хорошо. На этот раз я прощу тебя, потому что ты не знал. Затем она приступила к объяснению смысла ее слов, а также исторических истоков. Конечно, она поняла половину этого совершенно неправильно, но у парня не хватало смелости, чтобы указать на это. Итак, я поняла, потому что я узнала об этом после просмотра телевизора. Батареи смотрела телевизор, парень посмотрел на нее слегка сдвинутым выражением лица. Ты знаешь оборотня, да? Ублюдок, который ходит вокруг, ткнул нас палкой. Я слышала, что он создал свою собственную наемную компанию. Кроме того, в этой стране есть белый тигр по имени Юбексон, не так ли? Ааааа. Парень сразу понял это. Конечно, он мог видеть много дыр в этом плане, но все же ему как-то удалось вырваться из выражения того, как он был удивлен величием этого метода. Вместо того, чтобы причинить вред, не могли бы эти ублюдки, исчезающие в то же время, помощь с нашими планами? Прел ранив он Батареи. Жуткая, но чистая усмешка появилась на губах Батареи. Этот слуга понимает, этот слуга должен использовать пешку для подачи заявки на работу оборотня в настоящее время. Отлично. Может, ты и глуп, но хорошо, что твоя голова работает быстро. Батареи улыбнулась в ответ и махнула рукой. Тогда человек быстро отступил и исчез с ее взгляда. 29 декабря, за три дня до конца года. Лол, действительно, Шерлок. Ким Сэджин отправился поговорить с Хазелин. Зелье или волшебное заклинание, чтобы подавить похоть. Хазелин. Это была его самая насущная проблема в настоящее время. Проклятое сексуальное желание, которое кипело почти при каждой возможности, будь то во время тренировки, спаррингом, беседой с Ихерин Юсэ Джуном или, если на то пошло, с другими женщинами. Да, к сожалению, база знаний гоблина не содержала рецептов для такого зелья. Вероятно, это было в порядке вещей, поскольку у монстров не было того, что можно было бы назвать причиной. М. Я ничего подобного не слышала. Хазелин. Хазелин взглянула на текущую внешность Сэджина, а затем осторожно затянула свою одежду покрепче. Когда он посмотрел на нее, как будто он не мог поверить в то, что она делала, Хазелин выпустила фальшивый кашель. Кхм, Кхм. Сейчас с этим трудно справиться, это место там. Да, это немного сложно. О, если это так, я буду искать его. Так как ты можешь найти всевозможные причудливые зелья, может быть такое. Хазелин вытащила мини-ноутбук. Мне подождать? М. Я. Сейчас тебе не обязательно стоять, если ты занят. В конце концов, это займет некоторое время. Ким Сэ Джин кивнул головой и встал, чтобы уйти. Наконец, старый год прошел, и Новый год начинается. Шумы фейерверков и колоколов громко распространялись повсюду, сигнализируя о начале Нового года. Однако, в отличие от радостного смеха всех остальных, Ким Сэ Джин в своей форме Черного Волка переживал сложную дилемму в этот самый момент. Причиной было определенное окно предупреждения, которое поднялось вчера, когда он закончил создание еще одной темную энергетическую связь. Все условия для развития Ликантропа были удовлетворены. Теперь можно превратиться в Ликантропа. Предупреждение. Ликантроп — это человек, но в то же время — монстр. Поэтому, если хозяин решит развиться, форма человека и форма Черного Волка будет сливаться вместе. Другие формы монстров останутся прежними. Время, оставшееся до человека, увеличится до 12 часов после того, как оно превратится в Ликантропа. В зависимости от численного значения статистики, манипуляция энергией, продолжительность доступного времени будет еще больше возрастать. Фу. Форма Черного Волка и человеческая форма слились вместе, это было то же самое, что Ким Сэ Джин теперь исчезает навсегда. Он не мог принять такое решение без преувеличения. И он чувствовал себя совершенно по-идиотски, полагая, что его эволюция решит все его проблемы. Какая была эта дилемма? По прошествии времени инстинкты орка все больше и больше кипели, но он не мог развиваться, чтобы решить эту проблему, потому что он понятия не имел, что будет с человеческим Ким Сэ Джином. И даже если бы он развился, то инстинкты Ликантропа стали бы следующей головной болью для преодоления. Очевидно, лучший ответ в этой ситуации заключался в том, чтобы вырастить человеческую форму Ким Сэ Джина, пока он не сможет бороться с формой великого воина-орка. Даже это оказалось проблематичным из-за кипящих инстинктов орка в последнее время, так как его базовые желания угрожали выйти из-под контроля всякий раз, когда он двигал своим телом SFX для звонка мобильного телефона. Он отвлекся от глубоких забот звуком звонка телефона. Немного нахмурившись, он посмотрел на ЖК-дисплей. Ю Сэ Джун. Ах, верно. Церемония ее возраста. Он только вспомнил это сейчас. Ха-а-а. Он громко вздохнул и ответил на звонок. Аппа-я, наконец, взрослые. В самом деле, поздравляю. Голос Ю Сэ Джун звучало особенно ярко по телефону. Но с его мыслительным процессом все беспорядочно запуталось. Он мог только найти ее немного назойливым в данный момент. Под горой Камган, 6 часов вечера. Перед тем, как отправиться на церемонию совершеннолетия Ю Сэ Джуна, Сэ Джин остановился в штаб-квартире монстра, когда Ким Ю Сон позвал его в спешке. Это верно. Согласно анонимному заявлению, там можно найти подземную базу вампиров. Это еще не подтверждено, но доказательства с убедительной силой были заключены вместе с заявлением. Господин председатель, будем ли мы разворачивать агентов? Ким Сэ Джин изучил представленные доказательства. Это была куча фотографий с изображением неопознанной деревни, построенной под землей. Серый город, в который не мог попасть ни один луч солнечного света. Похоже ли, что Ссо знает об этом месте? Нет, нет. Если бы они знали, тогда они, возможно, подняли шум. И на самом деле, Ссо не собирается истреблять этих вампиров, вы прекрасно знаете об этом факте, я полагаю. Кроме того, именно по этой причине этот анонимный источник запросил нас с этой работой, а не Ссо. Инструмент, созданный Сэ Джином, и носю Бэксона мог вынюхивать вампира. Однако люди, попавшие в высокоуровневую магию обольщения вампиров, стали пешками, не осознавая, что находится под влиянием такой магии. Фу. Я понимаю. Позвольте мне сначала поговорить с Ю Бэксоном. И поскольку это опасно, отложите развертывание наших агентов на данный момент. Да, сэр. И господин председатель, я хотел бы получить разрешение на выслеживание этого анонимного информатора. Информатор? Ким Ю Сон кивнул головой. Церемония Юсы Джуна прошла в огромном особняке семьи Рассвета. Как и ожидалось от Рассвета, это действительно был грандиозный банкет. Не было преувеличением сказать, что настоящие воротилы Кореи собрались здесь, в этом банкетном зале, лидеры политических и финансовых миров, знаменитые рыцари и знаменитости и т.д. Однако Юсы Джун нервно ждала прибытия одного конкретного человека. Хина Аппа, Сэ Джин Аппа еще не прибыл, верно? Да. Он позвонил, чтобы сказать, что он может немного опоздать, но пообещал быть здесь, так что не беспокойтесь. Юсы Джун плотно закрыла рот. Главное событие церемонии уже закончилось. Теперь она поместила палочку в свои волосы, но люди были слишком заняты построением выгодных личных связей без отдыха. Л. Насколько я могу судить, поместить палочку в волосы означает, что девушка теперь официально взрослая в корейской традиции. Не уверен, насколько это точно, но как-то так. Определенно, без его присутствия здесь вся эта церемония была пустой тратой времени для нее. Как поживаете, мисс Юсы Джун? Парень, приближающийся к ней с маслянистой улыбкой, был Ким Чен Хек.